День 26. Ревекка прибавила даже кое-какие украшения к своему наряду, и можно было заметить, что она старается привлечь к себе внимание молодого герцога, так мы с этих пор титуловали Веласкеса. Все мы сошлись на травянистой лужайке, оттененной красивыми каштанами, и после обеда, более изысканного, чем обычно, Ревекка сказала, что так как старейшина табора теперь менее занят, мы смело можем просить его продолжить рассказ о его приключениях. Пандесовна не заставил долго просить себя и начал. Продолжение истории вожака-цыган Как я вам говорил, я поступил в школу после того, как исчерпал все поводы для проволочки, какие только мог придумать. Сначала я обрадовался, оказавшись среди стольких своих ровесников, но вечная муштра, в которой нас держали учителя, скоро мне опротивила. Я привык к ласковому обращению тетки, к ее нежному баловству, и мне доставляло удовольствие, когда она сто раз на день повторяла, что у меня доброе сердце. Здесь от этого доброго сердца не было никакого толку. Приходилось либо быть на чеку, либо получать розги. То и другое я ненавидел. С тех пор во мне родилась непреодолимая ненависть к сутанам, которую я никогда не таил, устраивая им всякие подвохи. Среди учеников попадались мальчики, у которых память была лучше, чем сердце, и они с удовольствием доносили все, что знали о товарищах. Я создал союз против них, и наши козни мы строили так хитро, что подозрение падало всякий раз на доносчиков. В конце концов, сутаны возненавидели всех, как обвиняемых, так и доносчиков. Не буду рассказывать о малозначительных подробностях наших школьных проказ. Скажу только, что за те четыре года, пока я учился, шалости мои приобретали все более отчаянный характер. В конце концов, мне пришла в голову сама по себе довольно невинная затея, но средства, которые я употребил для ее осуществления, были скверные. Еще немного я заплатил бы за эту шутку многолетним тюремным заключением. А то и пожизненной неволеей. Вот как было дело. Среди театинцев, круто с нами обходившихся, ни один не был так строг, как ректор первого класса, отец Санудо. Примечание Санудо по-испански безумный. Этот священнослужитель не был суров от природы, наоборот, может быть слишком чувствителен, и тайные склонности его совсем не отвечали призванию священника, так что в 30-летнем возрасте он еще не умел ими владеть. Беспощадный к самому себе он стал неумолим к другим. Постоянные жертвы, приносимые на алтарь нравственности, были достойны тем большей похвалы, что, казалось, сама природа предназначала его для совсем другого положения в обществе, чем то, которое он себе избрал. Красивый, как только можно себе представить мужчину, он производил необыкновенное впечатление на всех женщин в Бургасе, но, встретив нежный взгляд, он опускал глаза, хмурил брови и делал вид, будто ничего не замечает. Таким был когда-то театинец Сануда. Но эти победы истощили его душевные силы. Вынужденный избегать женщин, он, не переставая думал о них, и враг, с которым он давно сражался, овладел его воображением с новыми силами. В конце концов, он тяжело заболел, долго потом не мог поправиться, а когда, наконец, выздоровел, болезнь оставила ему после себя невероятную раздражительность. Малейшие наши проступки выводили его из себя, наши оправдания вызывали у него на глазах слезы. С тех пор он все время задумывался, и часто взгляд его, вперенный в пространство, выражал нежность. Если же его выводили из этого состояния умиления, в глазах была не суровость, а скорее боль. Мы слишком хорошо научились следить за нашими наставниками, чтобы такая резкая перемена могла ускользнуть от нашего внимания. Но мы никогда не догадались бы о причине ее, если бы вдруг один неожиданный случай не навел нас на правильный путь. Для ясности, мне надо вернуться немного назад. Самыми известными семьями в Бургасе были графы Делирия и маркизы де Фуэнка Стилья. Первые принадлежали к тем, кого в Испании называют агравиадес, обиженный, оскорбленный, то есть несправедливо лишенные заслуженного звания гранда. Несмотря на это, остальные гранды были с ними на коротке, как если бы они действительно были им ровней. Главой семейства Делирия был 70-летний старик, весьма благородный и приветливый в обхождении. У него было два сына, но оба умерли, и все его имущество должно было перейти к молодой графине Делирия, единственной дочери его старшего сына. Старый граф, не имея прямых наследников, обещал руку внучке маркизу де Фуэнка Стилья, который в случае, если брак состоится, должен был получить титул графа Де Фуэн, Делирия и Кастилья. Нареченные как нельзя лучше подходили друг к другу и по возрасту, и по внешности, и по характеру. Оба нежно любили друг друга, и старый Лирия любовался, глядя на их невинную любовь, напоминавшую ему счастливое время его собственной молодости. Будущая графиня Де Фуэн, Делирия, жила в монастыре Салезианок, но каждый день ходила обедать к деду и оставалась у него весь вечер в обществе своего суженого. В это время при ней была Дуэнни по имени Донна Клара Мендоса, 30-летняя женщина, очень добродетельная, но отнюдь не ханжа. Старый граф не жаловал таких людей. Каждый день, направляясь во дворец старого графа Синьорита Делирия со своей двойней, проезжали мимо нашей коллегии. А у нас в это время была перемена. И многие из наших стояли у окон или подбегали к окнам, как только послышится стук колес. Подбежав к окну, они часто слышали, как Донна Мендоса говорила своей молодой воспитаннице, «Посмотрим, нет ли прекрасного театинца». Так все женщины называли отца Санудо. Действительно, Дуэнни так и впивалось в него. Что же касается молодой графини, та смотрела одинаково на нас всех, от того ли, что мы по возрасту больше напоминали ей нареченного, или старалась отыскать глазами двух своих двоюродных братьев, учившихся в нашей коллегии. Санудо вместе с другими подходил к окну, но как только замечал, что женщины обращают на него внимание, хмурился и с презрением отходил прочь. Нас поражало это противоречие. В конце концов, говорили мы, есть ли у него такое отвращение к женщинам, зачем он торопится к окну, а если он жаждет их видеть, зачем отворачивается? Один из учеников по фамилии Вейрос сказал мне один раз, что Санудо больше не враг женщин, как раньше, и что он это докажет. Этот самый Вейрос был моим лучшим другом во всей коллегии, а попросту сказать, помощником во всех проделках, которые часто сам изобретал. В то время появился роман под заглавием «Влюбленные Фернандо». Автор расписывал в нем любовь такими яркими красками, что книга показалась нашим наставникам крайне опасной, и они строго запрещали нам читать ее. Вейрос, раздобав экземпляр, засунул ее в карман, но так, что большая часть осталась на виду. Санудо заметил и отобрал запретную книгу. Он пригрозил Вейросу самым суровым наказанием, если тот еще когда-нибудь позволит себе что-нибудь подобное, но вечером не вышел к нам, сказавшись больным. Под предлогом тревоги о его здоровье мы неожиданно вошли к нему в комнату и застали его, погруженным в чтение опасной книги, с глазами полными слез, говоривших о наслаждении, которое она ему доставляла. Санудо смутился. Мы сделали вид, что ничего не заметили, а вскоре получили новое доказательство того, что в сердце бедного священника произошла огромная перемена. Испанки тщательно исполняют религиозные обряды и каждый раз обращаются к одному и тому же исповеднику. В связи с этим злые языки, видя в церкви ребенка, спрашивают, не пришел ли он «бускар эль супадре», то есть искать своего отца. Да, жительницы Бурга-Сарады были бы исповедоваться у отца Санудо, но опасливый монах заявлял, что не способен руководить совестью женщин. Однако на другой день после прочтения несчастной книги одна из самых красивых женщин в городе, обратившись с такой просьбой к отцу Санудо, получила согласие, и он тут же направился в исповедальню. Некоторые из знакомых двусмысленно поздравляли его с такой переменой, но Санудо твердо отвечал, что не боится врага, над которым уже столько раз одерживал победу. Может быть, монахи верили этим заявлениям, но мы, молодежь, знали, где раки зимуют. Между тем, Санудо с каждым днем, казалось, все больше интересовался тайнами кающихся прелестниц. Исповедником он был очень внимательным. Женщин постарше быстро отпускал, но молодых задерживал дольше и никогда не пропускал случая подойти к окну, посмотреть на прекрасную графиню Делирия с ее хорошенькой двойней, а затем, когда карета проезжала, с презрительным видом от него отойти. Однажды, когда мы на уроке испытали на себе всю совлость отца Санудо, Вейрос таинственно отвел меня в сторону и сказал, «Пора отомстить проклятому педанту за все строгие наказания, которым он нас подвергает, и покаяние, которыми отравляет наши лучшие дни. Я придумал замечательную штуку, но только нужно непременно отыскать молодую девушку, похожую фигурой на графиню Делирия. Ну, правда, Хуанита, дочь садовника, усердно помогает нам в наших проделках, но для той, что я придумал, ей не хватит остроумия, милый Вейрос, — ответил я. Даже если мы нашли бы молодую девушку, похожую фигурой на графиню Делирия, не понимаем, как же мы предали бы ей такие прелестные черты лица. На этот счет, будь спокоен, — возразил мой приятель. Ведь женщины у нас во время поста носят покрывало, которое зовутся катафалками. Эти ниспадающие оборки из скрепа закрывают лицо, как на маскараде. Если Хуанита не может сыграть графиню или ее дуэнью, то, во всяком случае, она нам будет нужна для переодевания другой девушки. В тот день Вейрос мне больше ничего не сказал. Но в одно из воскресенья отец Сануда, сидя в исповедальне, увидел двух женщин, закутанных в плащи, с лицами, закрытыми креповыми покрывалами. Одна из них по испанскому обычаю села на пол на циновку, а другая опустилась перед ним на колени, как кающаяся. Та, которая, несмотря на свой юный вид, пришла на исповедь, не могла удержаться от неистовых рыданий и всхлипований. Сануда старался успокоить ее, как мог, но она все время повторяла «Отец мой, я свершила смертный грех». Сануда сказал, что сегодня она не в состоянии раскрыть перед ним душу и велел прийти завтра. Молодая грешница удалилась и, распростершись на полу, долго и горячо молилась. Наконец, она ушла из храма вместе со своей спутницей. Однако, — перебил сам себя цыган, — не без угрызения совести рассказываю я вам об этой недостойной комедии, которую даже молодостью оправдать трудно. И если бы не надежда на вашу снисходительность, я ни за что не решился бы продолжать. Каждый из присутствующих постарался сказать что-нибудь для успокоения рассказчика, и тот продолжал. На другой день, в тот же самый час, обе кающиеся пришли опять. Сануда уже давно ждал их. Младшая опять встала на колени перед исповедальней. Теперь она была намного спокойнее, но и на этот раз не обошлась без всхлипываний. Наконец, она серебристым голосом произнесла следующее. «Еще недавно, отец мой, сердце мое, как и должно, казалось, навеки принадлежит добродетели. У меня нашли молодого и благородного супруга. Я думала, что люблю». Тут опять начались было рыдания, но Сануда елейно благочестивыми словами успокоил молодую девушку, и та продолжала. «Легкомысленная наставница обратила мое внимание на человека, которому я никогда не смогу принадлежать, о котором никогда не должна даже думать, но в то же время я не в силах победить в себе кощунственную страсть». Упоминание о кощунстве дало отцу Сануда понять, что речь шла о священнике. Может быть, даже о нем самом. Вся любовь твоя дрожащим голосом промолвил он. «Должна принадлежать супругу, выбранному для тебя родителями». «Ах, мой отец», — продолжала дивиться, — «зачем не похож он на того, кого я люблю? Зачем нет у него того нежного, хоть и строгого взгляда, таких черт прекрасных и благородных его статной фигуры?» «Синьорита», — остановил Сануда такие речи, неуместные на исповеди. «Но это не исповедь», — возразила молодая девушка, — «признание». С этими словами она встала, заждевшись, подошла к спутнице и удалилась вместе с ней из храма. Сануда проводил ее взглядом и целый день был задумчив. На другой день он засел в исповедание, но никто не показывался, так же, как и на следующий день. Только на третий сутки кающаяся вернулась со своей дуэньей, опустилась на колени перед исповеданием и сказала, «Отец мой, кажется, ночью мне было видение». Отчаяние и стыд терзали мою душу. Злой дух внушил мне страшную мысль. Я схватила свою подвязку и обвязала ее вокруг шеи. Уже почти бездыханно я вдруг почувствовала, что кто-то взял меня за руку. Сильный свет ударил мне в глаза, и я увидела, что у моей постели стоит моя покровительница, святая Тереза. «Дочь моя, — сказала она, — исповедайся завтра отцу Сануда и попроси, чтобы он дал тебе прядь своих волос, а ты носи ее на сердце, и она вернет тебе любовь Господа». «Отойди от меня, — сказал Сануда, — преклони колени у подножия алтая и со слезами моли небо, чтобы оно избавило тебя от дьявольского наваждения. Я тоже буду молиться, призывая на тебя милосердие Божие». Сануда встал, вышел из исповедальни и направился в часовню, где до вечера жарко молился. На другой день молодая грешница не показывалась. Пришла одна только дуэнья. Встав на колени перед исповедальни, она сказала, «Ах, отец мой, я пришла просить тебя о снисхождении к несчастной молодой девушке душа, которая близка к гибели. Ее приводит в отчаяние твое вчерашнее суровое обращение. По ее словам, ты отказал ей в какой-то реликвии, которую ты имеешь. У нее помутился разум, и теперь она думает только об одном, как бы покончить с собой. «Сходи к себе, отец мой, принеси реликвию, о которой она тебя просила, заклинаю тебе, не откажи мне в этой любезности». Сануда закрыл лицо платком. Встал, вышел из храма, но скоро вернулся. Он держал в руке ковчежец и протянул его ей со словами, «Возьми эту частицу мощей нашего святого патрона. Булла святого отца сочетает с этой реликвией много отпущений. Это самое ценное из реликвий, какие у нас есть. Пускай твоя воспитанница носит ее на сердце, и да поможет ей Бог». Когда ковчежец оказался в наших руках, мы его открыли, надеясь найти там прядь волос. Но ожидания наши были напрасными. Сануда, хотя чувствительный и легковерный, может, даже немного тщеславный, был однако человеком нравственным и верным своим принципам. После вечернего урока Вейрос спросил его, отчего священникам запрещено жениться, чтобы им не быть несчастными на этом и не попасть в ад на том свете. Ответил Сануда и, приняв строгий вид, прибавил, «Раз и навсегда запрещаю тебе задавать такие вопросы». На другой день Сануда не пошел в исповедальню. Дуэнни спрашивала о нем, но он прислал вместо себя другого духовника. Мы уже усомнились в успехе нашей скверной затеи, как вдруг нам помог неожиданный случай. Молодая графиня де Лирия незадолго перед венчанием с маркизом де Фуэн Кастилья опасно заболела. Она бредила в жару, впав в своего рода помешательство. Жители Бургаса принимали близко к сердцу все, что касалось этих двух знаменитых домов, и весть о болезни сеньориты де Лирия всех потрясла. Узнали об этом и отцы Теотинцы, а вечером Сануда получил следующее письмо. «Отец мой, святая Тераза сильно разгневана и говорит, что ты обманул меня. Не жалеет она горьких упреков и для Донны Мендосы за то, что она каждый день проезжала со мной мимо коллегии Теотинцев. Святая Тераза любит меня гораздо больше, чем ты. В голове у меня все кружится, я чувствую страшную боль. Умираю». Письмо было написано дрожащей рукой, его трудно было прочесть. Унизу приписка другим почерком. «Моя бедная больная пишет двадцать таких писем на дню. Теперь она уже не в состоянии держать перо в руке. Молись за нас, отец мой. Вот все, что я могу тебе сообщить». Сануда не выдержала этого удара. Ошеломленный, полубезумный, он места себе не находил, метался, входил в комнату и выходил вон. Для нас самое приятное было то, что он не появлялся в классе, либо самое большее появлялся на такое короткое время, что мы могли вытерпеть урок без скуки. Кризис прошел благополучно, и усилия опытных врачей спасли жизнь графини Делирия. Больная стала понемногу поправляться, и Сануда опять получил письмо. «Отец мой, опасность миновала, но разум еще не вернулся к больной. Молодая особа в любую минуту может ускользнуть от меня и выдать свою тайну. Будь добр, подумай, не мог ли бы ты принять нас в своей келье? У вас запирают ворота около одиннадцати, и мы приедем, как только смеркнется. Может быть, твои советы подействуют больше, чем мощи. Если такое положение еще продлится, я тоже сойду с ума. Заклинаю тебя именем Божиим, спаси добрую славу двух знатных домов». Сануда был так потрясен этим сообщением, что еле дошел до своей кельи. Там он заперся, а мы притаились у двери, стали слушать, что он будет делать. Сперва он залился горючими слезами, потом начал горячо молиться. Наконец позвал привратника и сказал ему, «Если придут две женщины и спросят меня, не впускай их ни под каким видом». Сануда не пришел ужинать и провел весь вечер на молитве. Около одиннадцати он услыхал стук в дверь. Отворил. Молодая девушка влетела к нему в келью, опрокинула лампу, и она сразу погасла. В эту самую минуту послышался голос Приора, звавший Сануда. Тут к вожеку цыган явился один из подчиненных. «Давать отчет о жизни табора за день». Но Редекка воскликнула. «Прошу тебя, не прерывай рассказы в этом месте. Я сегодня же хочу знать, как Сануда выпутался из этого неприятного положения. Позволь мне, сеньора, — возразил цыган, посвятить несколько минут этому человеку. Я сейчас же начну рассказывать дальше». Мы дружно поддержали нетерпение Редекки, и цыган, отправив того, кто помешал ему, возобновил свое повествование. Послышался голос Приора, призывающий отца Сануда, который еле успел запереть дверь на ключ перед тем, как пойти к своему настоятелю. «Я недооценил бы вашей проницательности, если бы подумал, будто вы еще не догадались, что мнимой Миндосой был Вейрос, а графиней, та самая девушка, на которой хотел жениться, вице-король Мексики. Я оказался вдруг запертым в келье Сануда, в потемках, не зная, чем кончится вся эта история, обернувшаяся совсем не так, как мы предполагали. Мы убедились, что Сануда легковерен, но не слабохарактерен, не лицемерен. Умнее всего было бы прекратить дальнейшие проказы. Свадьба сеньориты, делирия и счастье обоих молодоженов стало быть для Сануда необъяснимой загадкой и мучением на всю жизнь. Но нам хотелось быть свидетелями растерянности нашего наставника. Я ломал себе голову над тем, не положить ли конец этой сцене громким хохотом или язвительной иронией, в то время как я обдумывал это коварное решение, послышался звук отпираемой двери. Вошел Сануда, и вид его смутил меня сильнее, чем я ожидал. На нем был стихарь и эпитрахиль. В одной руке он держал светильник со свечой, в другой черного дерева распятие. Поставив светильник на стол, он взял распятие в обе руки и сказал, «Сеньора, ты видишь меня облаченного в святые одежды, которые должны тебе напомнить о том, что я духовная особа. Как слуга нашего спасителя, я не могу лучше выполнить святые обязанности мои, как удержав тебя на самом краю пропасти. Сатана помутил твой разум, Сатана влечет тебя на кривую дорогу зла. Обрати стопы свои, вернись на путь добродетели, которые судьба усыпала для тебя цветами. Молодой супруг зовет тебя. Его избрал тебе добродетельный старец, чья кровь бежит в твоих жилах. Отец твой был его сыном. Он оказался прежде вас в краю чистых духов и оттуда указывает вам дорогу. Подними глаза к небесам, свету, вырвись из рук духа лживого, затмившего взоры твои, направив их на слугу Бога, которому Сатана извечный враг. Скуда произнес еще много такого, что отвратило бы меня от прежних намерений, будь я на самом деле сеньоритой делирия, влюбленной в своего исповедника. Но вместо прекрасной графини перед ним стоял сорванец в юбке и плаще, не знающий, чем все это кончится. Санудо перевел дыхание и продолжал «Иди за мной, сеньора. Все приготовлено для твоего ухода из монастыря. Я отведу тебя к жене нашего садовника, а оттуда мы пошлем за Мендосой, чтобы она пришла за тобой». После этого он открыл дверь, и я сейчас же выскочил, чтобы поскорее убежать, что и надо было сделать. Но вдруг, не знаю, какой злой дух, подтолкнул меня. Я откинул покрывало и кинулся на шею к нашему наставнику со словами «Жестокий! Ты хочешь стать причиной смерти влюбленной графини!» Санудо узнал меня. Сперва он остолбенел, потом залился горькими слезами и, проявляя признаки предельного отчаяния, стал повторять «Боже, великий Боже, смилуйся надо мной, подай мне силы и просвети меня на пути сомнения. Господь триединосущий, что мне теперь делать?» Жалость охватила меня при виде бедного наставника в таком состоянии. Я бросился к его ногам, умоляя о прощении и клянясь, что мы с Вейросом свято сохраним все в тайне. Санудо поднял меня и, плача навзрыд, промолвил. «Несчастный юноша, неужели ты можешь думать, что боязнь оказаться смешным может привести меня в отчаяние?» «Это ты погиб, и о тебе я плачу». «Ты не устрашился надругаться над тем, что в нашей религии есть самого святого, обратил себе в потеху святой суд покаяния. Я обязан представить тебя на суд инквизиции. Тебе грозит тюрьма и пытка». Затем, прижав меня к груди, он с глубокой болью прибавил дитя мое. «Пока не отчаивайся. Может быть, я сумею добиться, чтобы позволили нам подвергнуть тебя наказанию. Конечно, оно будет страшно, но не окажет губительного влияния на всю твою жизнь». С этими словами Сануда вышел из кельи, запер дверь на ключ и оставил меня в оцепенении, которое вы можете себе представить и которое я даже не буду пытаться вам описать. До сих пор мысль о преступлении не приходила мне в голову, и я считал наши кощунственные выдумки невинным озорством. Угрожающие мне кары привели меня в такое омертвение, что я не мог даже плакать. Не знаю, как долго пробыл я в таком состоянии, но, наконец, дверь открылась. Я увидел приора, пенитенциария и двух братьев-монахов, которые взяли меня под руки и повели уж не знаю по какому количеству коридоров в удаленную комнату. Там меня бросили на пол и, захлопнув за мной дверь, заперли ее на двойной засув. Скоро я пришел в себя и стал осматриваться в своем узилище. Сквозь железную решетку окна комнату озарил месяц. Я увидел стены, покрытые разными надписями, сделанными углем и охапку соломы в углу. Окно выходило на кладбище. Три трупа, завернутые в покрывало и сложенные на носилке, лежали на паперти. Это зрелище повергло меня в ужас. Я больше не смел глядеть ни на комнату, ни на кладбище, вскоре на кладбище послышался шум. И туда вошел Капуцин с четырьмя могильщиками. Они остановились на паперти, Капуцин сказал, «Вот тело маркиза Валорнесса. Отнесите его в помещение для бальзамирования. А этих двух христиан положите в свежую могилу, которую вырыли вчера». Не успел Капуцин окончить эту речь, как я услыхал протяжный крик, и на кладбищенской стене появились три отвратительных призрака. Когда цыган дошел до этого места, опять явился человек, который уже раз приходил с отчетом. Но Ревекко, осмелевшая после первой удачи, важно заметила, «Сеньор, ты должен сегодня же объяснить, что это были за призраки, а то я всю ночь не засну». Цыган согласился удовлетворить ее просьбу. И в самом деле скоро вернулся, после чего продолжал. «Я сказал, что на кладбищенской стене появились три отвратительных призрака». Эти видения и протяжный стон, сопровождавший их появление, напугали четырех могильщиков и их начальника Капуцина. Они убежали отчаянно, крича. Я тоже испугался, но страх подействовал на меня, совсем иначе он словно приковал меня к окну, одуревшего и почти без чувств. Я увидел, как два призрака спрыгнули с ограды прямо на кладбище и протянули руки третьим, который передвигался, казалось, с великим трудом. Затем появились новые призраки и присоединились к первым, так что теперь их было уже десять или двенадцать. Тот самый неуглюжий призрак, который с таким трудом слез со стены, вынул из-под белого покрова фонарь, поднял к паперти и, внимательно осмотрев три трупа, сказал своим товарищам. «Друзья мои, вот труп маркиза Валорнеса. Вы видели, как скверно поступили со мной, мои коллеги. Все они твердили, как глупцы, что маркиз умер от грудной водянки. Один только я, доктор Сангре Морено, был прав, что это была известная всем ученым врачам ангинополипоза. Но как только я произнес ангинополипоза, вы видели, как скривились мои почтенные коллеги, которых я не могу назвать иначе, как ослами. Вы видели, как они пожимали плечами, повертывались ко мне спиной, как к недостойному члену их сообщества. Но, конечно же, доктор Сангре Морено им не компания, галисийские погонщики ослов, да эстремадурские погонщики мулов, вот кто должен за ними смотреть и учить их уму-разуму. Но небо справедливо. В прошлом году случился необычайный падеж скота. Если зараза появится и в этом году, будьте уверены, никто из моих коллег не избежит гибели. Тогда доктор Сангре Морено останется победителем на поле боя, а вы, дорогие ученики мои, водрузите надо мной знамя химической медицины. Вы видели, как я исцелил графиню Делирия при помощи простой смеси фосфора с судьбой. Правильное сочетание полуметаллов вот могучее средство, способное вступить в победоносную борьбу с любой болезнью. Не верьте в действие всяких лекарственных трав или кореньев, которые годны для пасть бы вьючных ослов, каковы, впрочем, и есть мои почтенные коллеги. Вы были, дорогие ученики, свидетелями того, как я просил графиню Валорнес, чтобы она разрешила мне ввести только кончик ланцета в дыхательное горло ее достойного супруга, но маркиза, послушная наговором врагов моих, отказала мне в этом, и мне пришлось искать другие способы для доказательства моей правоты. Ах, как мне жаль, что достойный маркиз не может присутствовать на вскрытии своего собственного тела. С каким удовольствием показал бы я ему гидотические полипозные зародыши, укоренившиеся в его бронхах и выпустившие разветвление до самой гортани. Но что я говорю? Этот скаридный костилиц равнодушный к успехам науки отказал нам в том, в чем сам не нуждался. Если бы маркиз имел хоть небольшое влечение к искусству врачевания, он завещал бы нам свои легкие, печень, все внутренности, которые ему теперь не нужны. Но нет, даже и не подумал, и нам теперь приходится с опасностью для жизни вторгаться в обитель смерти и возмущать покой умерших. Но не в этом дело, милые ученики. Чем больше встречаем мы препятствий, тем большую славу приобретаем мы, преодолевших. Смелее пора уже осуществить это великое предприятие. После троекратного свиста ваши товарищи, оставшиеся по ту сторону ограды, передадут нам лестницу, и мы похитим достойного маркиза. Он должен радоваться, что помер от такой редкой болезни, а еще больше тому, что попал в руки тех, кто распознал ее и дал ей такое название. Через три дня мы опять придем сюда за одним славным покойником, умершим от но тихо, молчания. Не обо всем следует говорить. Когда доктор кончил свою речь, один из учеников три раза свистнул, и я увидел, как через стену подали приставную лестницу. Потом труп маркиза обвязали веревками и перетащили на ту сторону. Лестницу убрали, и призраки исчезли. Оставшись один, я вместо боязни почувствовал приступ смеха. Тут я должен вам рассказать об особом способе погребения умерших, применяемым в некоторых испанских и сицилийских монастырях. Обычно в этих случаях выкапывают маленькую темную пещеру, куда, однако, через искусно прорытые отверстия проходит воздух. Туда кладут тела, которые желают уберечь от распада. Мрак предохраняет их от червей, а воздух высушивает. Через шесть месяцев пещеру открывают. Если процедура удалась, монахи в торжественной процессии идут сообщить об этом семье. Потом одевают тело в рясу капуцина и помещают в подземелье, предназначенное, если не для святых, то, по крайней мере, для известных своей святостью при жизни. В этих монастырях кортеж следует за гробом только до ворот кладбища, а тут братья берет тело и поступает с ним, как прикажет игумен. Обычно покойника приносят вечером, ночью начальство совещается и только под утро приступают к дальнейшим действиям, так как многие тела таким способом не удается засушить. Капуцины хотели засушить тело Маркиза Балорнеса и как раз должны были этим заняться, когда призраки разогнали могильщиков, так что те показались только перед рассветом, ступая крадучись и держась друг за друга. Ужас их обуял, когда они увидели, что тело Маркиза исчезло, они решили, что его, конечно, похитил дьявол. Тотчас собралась вся братья, вооруженная крапилами, крапя все кругом, произнося экзорцизм и крича во всю мочь, что касается меня, то я падал от усталости, так что кинулся на солому и сразу заснул. На другой день первая моя мысль была о возмездии, которое мне было уготовано, вторая, о способах, как бы его избежать. Вейрос и я привыкли забираться в кладовые, вскарабкаться на стену, нам тоже ничего не стоило. Умели мы и высаживать решетки на окнах и сажать их обратно, не портя стену, я вынул из кармана нож и вытащил гвоздь из оконной рамы. Этим гвоздем я решил погнуть один из против решетки. Я работал без отдыха до полудня. Тут в двери моего узилища открылся глазок и я узнал лицо послушника, прислуживавшего нам в спальне. Он дал мне кусок хлеба кувшин с водой и спросил не нужно ли чего еще. Я попросил, чтобы он сходил к отцу Сануда и сказал ему, что я умоляю прислать мне постель. Справедливо подвергнуть меня наказанию, но не надо заставлять меня валяться в грязи. Просьба моя была признана основательной, мне прислали то, что я просил и добавили даже холодной говядины, чтобы я не ослаб от истощения. Я попробовал осторожно узнать что-нибудь о Вейросе. Оказалось, что он на свободе. Я с удовлетворением убедился, что виновников не разыскивают. Спросил, когда постигнет меня предназначенная кара. Послушник ответил, что не знает, но, что обычно дается три дня на размышления. Мне только того и надо было. И я совсем успокоился. Я воспользовался принесенной мне водой для размачивания стены и дело пошло на лад. На третий день решетка уже вынималась без труда. Тогда я разорвал одеяло и простыни на полосы сплел веревку, которая с успехом могла заменить веревочную лестницу и стал ждать ночи, чтобы осуществить побег. Дело в том, что медлить было нельзя. Послушник сообщил мне, что на другой день я предстану перед хунтой, состоящей из театинцев под председательством члена Святой Инквизиции. Вечером опять принесли тело. на этот раз покрытая черным сукном с серебряной бахромой. Я догадался, что это, наверное, тот знатный покойник, о котором упоминал Сангре Морено. Как только настала ночь и в монастыре воцарилась тишина, я вынул решетку, привязал свою веревочную лестницу и хотел уже спускаться, как вдруг на кладбищенской стене появились призраки. Это были, как вы сами понимаете, ученики доктора. Они подошли прямо к знатному покойнику и унесли его, не трогая сукна с серебряной бахромой. Как только они ушли, я открыл окно и преблагополучно спустился. Дальше я хотел приставить к стене первые с краю носилки и перелезть на ту сторону. Я уже приступил к этому, как вдруг услышал, что отворяются кладбищенские ворота. Я поскорее побежал на паперть, лег на носилки и покрылся сукном с бахромой, приподняв, однако, один угол, чтобы видеть, что будет дальше. Сперва появился конюши, весь в черном, с факелом в одной и шпагой в другой руке. За ним шли слуги в траурной одежде. И, наконец, дама необычайной красоты, окутанная с головы до ног черным крепом, вся в слезах. Она подошла к носилкам, на которых я лежал, и, упав на колени, начала горько причитать. О, дорогие останки возлюбленного мужа, зачем не могу я, как Артемизия, смешать твой пепел с моей пищей, чтобы он обращался вместе с моей кровью и оживил то сердце, которое всегда билось только для тебя. Но вера запрещает мне послужить тебе живой гробницей, и я хочу по крайней мере унести тебя из этого скопища покойников, хочу каждый день обливать горькими слезами цветы, выросшие на твоей могиле, где последний мой вздох скоро соединит нас вместе, сказав это, дама обратилась к конюшему, Дон Диего, прикажи взять тело твоего господина, похороним его в садовой часовне. Тотчас четверо дюжих лакеев подняли носилки, полагая, что несут мертвеца, они не вполне ошибались, так как я в самом деле был ни жив, ни мертв от страха. Когда цыган дошел до этого места своего повествования, ему доложили, что срочные дела табора требуют его присутствия. Он оставил нас, и в тот день мы его больше не видели. День двадцать седьмой. На другой день мы еще не снимались с места. У цыгана было свободное время, Ревекко, воспользовавшись этим, попросила его продолжать. Он охотно согласился и начал так. Продолжение истории вожака цыган. Пока меня несли на носилках, я немного распорол шов в покрывале. Увидел, что дама сидит в носилках, покрытых черной тканью, конюшей, и едет рядом с ней верхом, а несущие меня слуги сменяются, торопясь вперед. Мы вышли из Бургаса, уже не помню через какие ворота, и шли около часа, потом остановились у входа в сад. Меня отнесли в павильон и опустили на пол посреди комнаты, затянутой черным флером и слабо освещенной несколькими лампадами. «Дон Диего», промолвила дама, обращаясь к конюшему, «оставь меня одну, я хочу поплакать над дорогими останками, с которыми мое страдание скоро меня соединит». Когда конюшей ушел, дама села передо мной и сказала, «Мучитель, вот до чего довело тебя в конце концов твое безумное неистовство. Ты проклял нас, не выслушав. Как ты будешь держать теперь ответ перед страшным судом вечности?» Тут вошла другая женщина, похожая на фурию, с распущенными волосами и кинжалом в руке. «Где?» воскликнула она мерзкие останки этого чудовища в обличии человека. «Я хочу видеть его внутренности, хочу вырвать их и достать это безжалостное сердце, разодрать его вот этими руками, чтобы утолить свою ярость». Я решил, что теперь самое время познакомиться с этими дамами. Вылез из-под покрывала и, упав в ноги даме с кинжалом, воскликнул. «Синьора, жальтесь над бедным шкалером, укрывшимся от розок под этим сукном». «Скверный мальчишка!» крикнула дама. «Что стало с телом герцога Сидонии?» «Этой ночью», ответил я, «его похитили ученики доктора Сангре Морено». «Гос, господи боже!» перебила дама. «Ему одному известно, что герцог был отравлен, я пропала!» «Не бойся, сеньора», сказал я, «доктор никогда не посмеет признаться, что похищает труп из кладбища капуцинов, а последние, приписывая эти дела дьяволу, не захотят признать, что сатана обладает таким могуществом в их святом убежище». Тогда дама с кинжалом сурово глядя на меня промолвила, «А ты, мальчик, кто нам поручится, что ты будешь молчать?» «Меня возразил я. Должна была нынче судить хунта театинцев под председательством члена инквизиции и без сомнения присудила бы к тысяче ударов розгой. Укрыв меня от посторонних глаз, будь уверен, сеньора, что я сохраню тайну». Вместо ответа дама с кинжалом подняла крышку люка в углу комнаты и сделала мне знак спускаться в подземелье. Я послушался и лег за мной захлопнулся. Я стал спускаться по совершенно темным ступеням, приведшим меня в такое же темное подземелье. Я задел за столб, нащупал руками оковы, наступил на могильную плиту с железным крестом. Хотя печальные предметы эти нисколько не располагали ко сну, но я был в том счастливом возрасте, когда усталость преодолевает все впечатления. Я растянулся на могильном мраморе и сейчас же заснул, как убитый. На другой день, проснувшись, я увидел, что мое узилище освещает лампы, висящие в соседнем подземелье, отделенном от моего железной решеткой. Вскоре у решетки появилась дама с кинжалом и поставила корзинку, покрытую салфеткой. Она хотела что-то сказать, но слезы не отдали ей говорить. Она ушла знаками, давая мне понять, что это место пробуждает в ней страшные воспоминания. Я нашел в корзине снег и несколько книжек. Мысль о розгах перестала меня тревожить. Я был уверен, что недосягаем для театинцев. Это меня успокоило, и день прошел очень приятно. На другой день еду принесла молодая вдова. Она тоже хотела что-то сказать, но у нее не хватило сил, и она ушла, так и не вымолвив ни слова. На следующий день пришла опять она. В руке у нее была корзинка, которую она протянула мне через решетку. В той части подземелья, где находилась она, вздымалось огромное распятие. Она бросилась на колени перед изображением нашего спасителя и стала молиться «Великий Божий, под этой мраморной плитой почивают оклеветанные останки сладостного нежного существа. Теперь оно без сомнения среди ангелов, воплощением которых было на земле, и молит твоего милосердия для жестокого убийцы, для той, которая отмстила за смерть юноши, и для несчастной, ставшей невольно соучастницей и жертвой этих ужасов». Произнося эти слова, дама с великим жаром продолжала молиться, наконец встала, подошла к решетке и немного успокоившись сказала мне «Юный друг мой, скажи, чего тебе не хватает и чем мы можем тебе помочь?» «Сеньора», ответил я, «у меня есть тетя по имени Долоноса, которая живет рядом с тетинцами, хорошо было бы известить ее, что я жив и нахожусь в безопасном месте». «Подобное поручение возразила дама могло бы навлечь на нас опасность, но обещаю тебе подумать над тем, как успокоить твою тетю. Ты ангел доброты, сказал я, и муж твой, сделавший тебя несчастной, конечно, был чудовищем». «Ты ошибаешься, друг мой», сказала дама. «Он был самый лучший, самый добрый из людей». «На следующий день пищу принесла мне другая дама. На этот раз она показалась мне не такой возбужденной или, по крайней мере, лучше владеющей собой. «Дитя мое», сказала она, «я сама была у твоей тети. Видно, что эта женщина любит тебя, как родного сына. У тебя нет ни отца, ни матери?» Я ответил, что матери нет в живых, а отец выгнал меня навеки из дома из-за того, что я, по несчастью, угодил в его чернильницу. Она попросила объяснить, что я хочу этим сказать. Я рассказал ей свои приключения, и они вызвали на ее устах улыбку. «Кажется, я улыбнулась», сказала она. «Этого со мной давно уже не случалось. У меня тоже был сын. Он спит теперь под этим мраморным над гробием, на котором ты сидишь. Я была бы рада снова найти его в тебе. Я была кормилицей герцогини Сидонии, по происхождению я крестьянка, но сердце мое умеет любить и ненавидеть. И поверь мне, люди с таким характером всегда чего-нибудь достоят. Я поблагодарил даму, уверяя, что до гроба сохраню к ней сыновни чувства. Так прошло несколько недель. Обе дамы все сильнее ко мне привязывались. Кормилица обращалась со мной как с сыном, герцогиня относилась ко мне с величайшей доброжелательностью, нередко подолгу засиживалась в подземелье. Однажды она показалась мне более печальной, чем обычно. Я осмелился попросить у нее, чтобы она рассказала мне про свои несчастья. Она долго отнекивалась, но в конце концов уступила моим настоянием и начала так. История герцогини Медины Сидонии. Я единственная дочь дона Эммануэля де Вольфлорида, первого государственного секретаря в королевстве недавно умершего. Смерть его искренне оплакивается не только его повелителем, но, как мне говорили, даже и дворами, союзными нашему могучему монарху. Только в последние годы его жизни узнала я этого достойного человека. Молодость моя прошла в истории возле моей матери, которая, разойдясь с мужем после нескольких лет замужества, жила в доме своего отца Маркиза Астаргаса, будучи его единственной наследницей. Не знаю, в какой мере моя мать заслужила немилость мужа, помню только, что долгих страданий, испытанных ею в жизни, хватило бы на искупление самых страшных провинностей. Печалью было проникнуто все ее существо, слезы блестели в каждом ее взгляде, боль складила в каждой улыбке, даже сна она не знала спокойного, его всегда прерывали вздохи и рыдания. Однако разрыв не был полным, мать регулярно получала от мужа письма и столь же регулярно отвечала на них. Два раза она ездила к нему в Мадрид, но сердце супруга было закрыто для нее навсегда. Душу Маркиза имела чувствительную, жаждущую любви. Всю свою привязчивость она сосредоточила на отце и чувство это доведенное до экзальтации немного смягчало ее горечь вечной скорби. Как относилась мать ко мне трудно выразить словами. Она несомненно любила меня, но если можно так сказать боялась руководить мной, она не только ничему меня не учила, но даже не решалась давать мне какие-нибудь советы. Одним словом, однажды сойдя с пути добродетели, она считала себя недостойной воспитывать дочь. Заброшенность, в которой я с самого раннего возраста оказалась, наверное, решила бы у меня преимущество хорошего воспитания, если бы при мне не было Хиральды, сперва моей кормилицы, а потом двойни, ты ее знаешь. У нее сильная воля и развитой ум. Она не упускала ничего, чтобы только обеспечить мне хорошее будущее, но неумолимый рог обманул ее надежды. Муж моей кормилицы, Педро Хирон, был известен как человек предприимчивый, но отличался дурным характером. Вынужденный покинуть Испанию, он уплыл в Америку и не давал о себе никаких вестей. У Хиральды был от него только сын, приходивший со мне молочным братом. Ребенок отличался неогучайной красотой, так что его называли Эрмосито, красивый, хорошенький. Бедняжка недолго пользовался радостями жизни и этим прозвищем. Одна грудь питала нас, и часто мы спали в одной и той же колыбели, дружба росла между нами, пока нам не исполнилось по семь лет. Тут Хиральда решила, что пришла пора объяснить сыну разницу нашего общественного положения и препятствия, воздвигнутые судьбой между ним и его юной подругой. Однажды, когда мы затеяли какую-то ребяческую ссору, Хиральда подозвала сына и строго сказала ему, «Прошу тебя, никогда не забывай, что сеньорита де Вольфлорида, твоя и моя госпожа, а мы с тобой только первые слуги в ее доме». Армусидто послушался. С тех пор он беспрекословно исполнял все мои желания, старался даже угадывать их и предупреждать. Казалось, в этой безграничной покорности было для него какое-то очарование, и я радовалась видя, что он так послушан. Хиральда заметила, что этот новый способ обращения друг с другом навлекает на нас другие опасности и решила, как только мы достигнем 13-летнего возраста, разлучить нас, а пока перестала об этом думать и направила свои мысли на что-то другое. Моя бывшая кормилица женщина, как я уже сказала, образованная. Своевременно познакомила она нас с творениями великих испанских писателей и дала нам первое понятие об истории. Желая развить нас в умственном отношении, она заставляла нас объяснять прочитанные и показывала, как надо толковать описываемые события. Изучая историю, дети обычно увлекаются лицами, играющими выдающуюся роль. В таких случаях мой герой тотчас становился героем моего товарища. А когда я меняла предмет своего обожания, Эрмосито с таким же пылом разделяла и это новое увлечение. Я до того привыкла к покорности Эрмосито, что малейшее его несогласие чрезвычайно меня удивило бы. Но опасаться было нечего, мне самой приходилось ограничивать свою власть или уже осторожнее ею пользоваться. Как-то раз мне захотелось иметь красивую раковину, которую я увидела на дне чистой, но глубокой реки. Эрмосито бросился туда и чуть не утонул. В другой раз под ним обломился сук, когда он хотел разорить гнездо, содержимое которого меня заинтересовало. Он упал на землю и сильно ушибся. После этого я стала осторожнее выражать свои желания, но в то же время поняла, как это прекрасно иметь такую власть, хоть и не пользоваться ею. Это было, насколько помню, первое проявление моего самолюбия. С тех пор я, кажется, не раз имела возможность делать подобные наблюдения. Так исполнилось нам по тринадцати лет. В тот день, когда Эрмосита стукнула тринадцать, мать сказала ему, сын мой, мы празднуем нынче тринадцатую годовщину твоего рождения. Ты уже не ребенок и не можешь так запросто обращаться со своей госпожой. Простись с ней. Завтра ты поедешь к своему деду в Наварру. Хиральда еще не успела договорить, как Эрмосита впал в неистовое отчаяние. Он зарыдал, лишился чувств. Потом пришел в себя только для того, чтобы опять залиться слезами. Что касается меня, то я не столько разделяла его горе, сколько старалась его утешить. Я смотрела на него, как на существо всецело зависящее от меня, так что его отчаяние нисколько меня не удивляло, но взаимно я ему не отвечала. Впрочем, я была еще слишком молода и слишком к нему привыкла, чтобы его необычайная красота могла произвести на меня впечатление. Хиральда не принадлежала к тем людям, которых можно растрогать слезами, и, не обращая внимания на скорбь Эрмосита, она стала собирать его в дорогу. Но через два дня после его отъезда погонщик Мулов, которому она вверила попеченье о нем в дороге явился встревоженный с сообщением, что при переходе через лес он на минуту отошел от Мулов, а когда вернулся не нашел Эрмосито, стал его кликать, искать, все напрасно, видно, его съели волки. Хиральда была не столько огорчена, сколько удивлена. Вот увидите, сказала она, маленький бездельник скоро вернется к нам. Она не ошиблась. Скоро мы увидели нашего беглеца. Эрмосита кинулся матери в ноги, со слезами родился для того, чтобы служить синьорите де Вольфлорида и умру, если меня от нее удалят. Через несколько дней Хиральда получила письмо от мужа, от которого до тех пор не имела вестей. Он писал, что сколотил в Верокрусе порядочное состояние и что если сын жив, то он хотел бы взять его к себе. Хиральда, желая прежде всего удалить сына, поспешила воспользоваться этой возможностью. После своего возвращения Эрмасито жил уже не в замке, а в деревушке, которая была у нас на берегу моря. Однажды утром мать пришла к нему и заставила его сесть в лодку к рыбаку, который взялся отвезти его на стоявший поблизости корабль, идущий в Америку. Эрмасито поднялся на борт, но в ночную пору кинулся в море и добрался вплавь до берега. Хиральдена сильно заставила его вернуться на корабль. Это была жертва, которую она приносила из чувства долга, и нетрудно было заметить, что она дорого ей стоила. «Все эти события, о которых я тебе рассказываю, очень быстро следовали одно за другим, а на смену им пришли другие, гораздо более печальные. Расхворался мой дед. У матери моей, издавна страдавшей продолжительным недугом, еле хватило сил ухаживать за ним в его последние мгновения, и она скончалась одновременно с маркизом Астергасом. Со дня на день ждали приезда моего отца в Астурию, но король ни за что не хотел отпускать его, так как государственные дела требовали его присутствия при дворе. Маркиз де Вольфлорида прислал Хиральде письмо, где в лесных выражениях просил ее как можно скорее привезти меня в Мадрид. Отец мой взял к себе на службу всех челединцев маркиза Астергаса, единственной наследницей, которого я была. Устроили мне блестящий кортеж и пустились в путь. Впрочем, дочь государственного секретаря может быть уверена, что встретит по всей Испании самый лучший прием, но почести, создававшиеся мне на всем пути, пробудили в моем сердце жажду славы, которая впоследствии сыграла решающую роль в моей судьбе. Приближаясь к Мадриду, я почувствовала, что другой вид самолюбия слегка приглушил тщеславие. Я вспомнила, что маркиза де Вольфлориде любила моего отца, боготворила его, казалось, жила и дышала только ради него, тогда, как ко мне относилась холодновато. Теперь у меня тоже был отец. Я дала себе слово любить его всей душой, захотела содействовать его счастью. Надежды эти преисполнили меня гордостью, и я забыла про свой возраст, решила, что я уже взрослая, хотя мне не было четырнадцати лет. Я еще предавалась этим отрадным мыслям, когда карета въехала в ворота нашего дворца. Отец встретил меня у входа и осыпал ласками. Вскоре король вызвал его во дворец, а я пошла в свои покои, но была страшно взволнованная и всю ночь не смыкала глаз. На другой день отец с утра велел, чтобы меня привели к нему. Он как раз пил шоколад и хотел, чтобы я позавтракала вместе с ним. Немного помолчав, он сказал, «Дорогая Элеонора, жизнь у меня невеселая, и характер мой с некоторых пор стал очень мрачный, но так как небо вернуло мне тебя?» Я надеюсь, что теперь настанут более погожие дни. Дверь моего кабинета будет всегда для тебя открыта. Приходи сюда, когда хочешь. С каким-нибудь рукоделием у меня есть другой кабинет для совещаний и работ, составляющих государственную тайну в перерыве между занятиями. Я смогу с тобой разговаривать и надеюсь, что сладость этой новой жизни приведет мне на память и картины так давно утраченного семейного счастья. Сказав это, Маркиз позвонил. Вошел секретарь с двумя корзинами, из которых одна была с письмами, поступившими сегодня, а другая с давнишними, но еще ожидающими ответы. Я провела некоторое время в кабинете, потом пошла к себе. Вернувшись к обеду, я застала несколько близких друзей отца, занятых вместе с ним делами величайшей важности. Они не боялись при мне открыто обо всем говорить, а простодушные замечания, которые я вставляла в их разговор, часто казались им забавными. Я заметила, что отец относится к этим замечаниям с интересом и была страшно этим довольна. На другой день, узнав, что он у себя в кабинете, я сейчас же пошла к нему. Он пил шоколад и, увидев меня, сказал мне, сияя, нынче пятница, придет почта из Лиссабона. Потом позвонил секретаря, который принес обе корзины. Отец с интересом перебрал содержимое первой и вынул письмо на двух листах. Один, писанный шифром, он отдал секретарю, а другой, обыкновенный, сам стал читать поспешно и с довольным видом. Пока он был занят чтением, я взяла конверт и стала рассматривать печать. Я различила золотое руно и над ним герцогскую корону. В несчастье, этот славный герб должен был стать моим. На другой день пришла почта из Франции, и эта смена разных стран продолжалась в следующие дни, но ни одно из поступлений не заинтересовало отца так живо, как португальское. Когда прошла неделя и наступила снова пятница, я весело сказала отцу, который в это время завтракал нынче пятница, опять придут письма из Лиссабона. Потом я попросила разрешения позвонить, и когда вошел секретарь, подбежала к корзине, достала желанное письмо и подала отцу, который в награду нежно меня обнял. Так я поступала подряд несколько пятниц. Наконец, однажды осмелилась спросить у отца, что это за письма, которых он всегда ждет с таким нетерпением. Это письма от нашего посла в Лиссабоне, сказал он, герцога Медины Сидонии, моего друга и благодетеля, даже больше, так как я убежден, что судьба его тесно связана с моей. В таком случае, сказал я, этот достойный герцог имеет право и на мое уважение. Я хотел бы с ним познакомиться, не спрашиваю, что он пишет тебе шифром, но очень прошу, дорогой отец, прочти мне вот это второе письмо. Тут отец страшно рассердился, назвал меня вздорным, своенравным, балованным ребенком, не поскупился и на другие обидные слова. Потом успокоился и не только прочел, но даже отдал мне письмо герцога Медины в Сидонии. Оно до сих пор хранится у меня наверху и в следующий раз, когда приду тебя проведать, я принесу его. Когда цыган дошел до этого места, ему доложили, что таборные дела требуют его присутствия, он ушел и в тот день больше не возвращался. День двадцать восьмой. Мы все собрались к завтраку довольно рано. Видя, что вожак не очень занят, Ревекка попросила, чтобы он продолжил повествование. И он начал так. Продолжение истории герцогини Медины Сидонии. Герцог Медины Сидония Маркизу де Вольфлорида. Ты найдешь, милый друг, в шифрованных депешах изложения дальнейших наших переговоров. В этом письме я хочу рассказать тебе, что делается при дворе ханжей и распутников, при котором я осужден находиться. Один из моих людей доставит это письмо на границу, так что я могу написать подробно. Король Дон Педро де Браганса продолжает выбирать монастыри местом для своих страстишек. Теперь он бросил аббатису урсулина ради приорессы салезианок. Его королевское величество желает, чтобы я сопровождал его на эти любовные богомолия, и мне приходится это делать для успеха наших дел. Король беседует с приорессой, отделенной от нее несокрушимой решеткой, которая, говорят, при помощи скрытых пружин опускается под рукой могущественного монарха. Все мы, сопровождающие, расходимся по приемным, где нас принимают молодые монахи. Португальцы находят особенное удовольствие в беседах с монахинями, речь которых в отношении смысла напоминает пение птиц в клетках, живущих к океане в неволе. Но интересная бледность христовых невест, их набожные вздохи, умильные обороты религиозного языка, их простодушная неопытность и мечтательные порывы производят на придворных юношей чарующее действие, которое трудно испытать в обществе лиссабонских женщин. Все в этих укромных местах опьяняет душу и чувства. Воздух полон бальзамического аромата цветов в изобилии собранных у образов святых. Глаз замечается решетками, дышащие благовонием одинокие спальни. Святские звуки гитары мешаются со священными аккордами органа, приглушая нежное воркование юных существ, жмущих с обеих сторон к решетке. Вот какие нравы господствуют в португальских монастырях. Что касается меня, то я лишь на краткий срок могу отдаваться этим сладким безумствам от того, что страстные выражения любви воскрешают в моей памяти картины злодеяний и в убийствах. А ведь я совершил только одно убийство – убил друга, человека, спасшего жизнь и тебе, и мне. Распутные нравы большого света стали причиной несчастья искалечившего мне сердце в годы расцвета, когда душа моя должна была открыться для счастья, добродетели, а вероятной чистой любви. Но чувство это не могло возникнуть посреди таких отвратительных впечатлений. Сколько раз не слышал я разговоры о любви, всякий раз мне казалось, что у меня на руках кровь. Однако я чувствовал потребность любви, то, что должно было родить в моем сердце любовь, превратилось в чувство доброжелательства, которое я старался распространять вокруг. Я любил свою страну и в особенности мужественный испанский народ, приверженный трону и алтарю верный законам чести. Испанцы платили мне взаимностью, и двор решил, что я слишком любим. Находясь с тех пор в почетном изгнании, я как мог служил своей родине и издали содействию счастью соотечественников. Любовь к отчизне и человечеству наполнила сердце мое сладкими чувствами. Что же касается той и другой любви, которая должна была украсить весну моей жизни, чего мог я ждать от нее сегодня? Я решил, что род Сидониев кончится со мной. Знаю, что дочери многих грандов желали бы союза со мной, но они не знают, что предложение моей руки было бы опасным подарком. Мой образ мыслей не соответствует теперешним нравам. Отцы наши считали своих жен блюстительницами своего счастья и чести. В старой кастиле кинжал и яд карали измену. Не осуждаю моих предков, но и не хотел бы следовать их примеру, так что лучше, чтобы род мой кончился на мне. Дойдя до этого места письма, отец мой как будто заколебался читать ли дальше, но я стал так настойчиво просить его, что он не в силах противиться моим настоянием продолжал. Радуюсь тому счастью, которое доставляет тебе общество прелестной Элеоноры. В этом возрасте мысль принимает должно быть очаровательные формы. То, что ты о ней пишешь, доказывает, что ты с ней счастлив. Это немало содействует и моему собственному счастью. Слыша это, я не могла сдержать своего восторга, бросилась к ногам отца, стала его обнимать, уверенная, что составляю его счастье. Эта мысль пронизывала меня невыразимой радостью. Когда прошли первые мгновения восторга, я спросила отца, сколько лет герцогу Медине Сидонии. Он на пять лет моложе меня, ответил отец, значит, ему тридцать пять, но он принадлежит к тем, кто никогда не стареет. Я была в том возрасте, когда молодые девушки совсем не думают о возрасте мужчин. Четырнадцатилетнего мальчика, то есть своего ровесника, я сочла бы ребенком, недостойным моего внимания. Отца своего я ничуть не считала старым. Герцог же на пять лет моложе его был в моих глазах юношей. Таково было первое представление, которое я о нем получила, и впоследствии оно сыграло большую роль в решении моей судьбы. Потом я спросила, что это за убийства, о которых упоминает герцог. в ответ отец нахмурился и после небольшого молчания сказал, дорогая Элеонора, эти события имеют прямое отношение к моему разрыву с твоей матерью. «Конечно, я не должен был бы тебе об этом говорить, но рано или поздно любопытство обратит твою мысль в этом направлении, и я вместо догадок о предмете мучительном и печальном предпочитаю сам тебе все объяснить». Вслед за этим вступлением отец рассказал мне о своем прошлом. История Маркиза Девольфлорида Ты хорошо знаешь, что последней представительницей рода Астургас была твоя мать. Семейство это, как и дом Девольфлорида, принадлежало к числу самых старинных в Астурии. Общим желанием всей провинции была моя женитьба на Маркизе Астургас. Заранее приученные к этой мысли мы почувствовали друг к другу взаимное влечение, которому предстояло послужить прочной основой нашему супружескому счастью. Однако разные посторонние обстоятельства задержали его осуществление и женился я только в 25-летнем возрасте. Через шесть недель после свадьбы я сказал жене, что все мои предки служили в армии, поэтому чувство чести заставляет меня последовать их примеру. К тому же во многих испанских гарнизонах можно жить гораздо приятнее, чем в Астурии. Сеньора де Вольфлорида ответила, что заранее согласна со мной во всех случаях, когда речь пойдет о чести нашего дома. Было решено, что я поступлю на военную службу. Я написал министру и получил кавалерийский эскадрон в полку герцога Медины Сидонии, стоявшем гарнизоном в Барселоне. Там ты родилась, дочь моя. Началась война. Нас отправили в Португалию для соединения с армией Дона Санчо де Саведро. Этот полководец прославился в начале кампании сражением при Вильямарко. Наш полк, тогда самый сильный во всей армии, получил приказ разбить английскую колонну, составлявшую левый фланг противника. Мы дважды атаковали безрезультатно и уже готовились к третьей атаке, как вдруг среди нас появился всадник в расцвете лет, покрытый блестящей броней. За мной крикнул он. Я ваш полковник, герцог Медина Сидония. В самом деле он правильно сделал назвав себя, иначе мы приняли бы его за ангела войны или какого-нибудь полководца небесного воинства, так как было в нем что-то сверхчеловеческое. На этот раз мы разгромили английскую колонну и вся слава этого дня принадлежала нашему полку. Могу смело сказать, что после герцога лучше всех действовал я. По крайней мере, я получил лестное доказательство этого от своего начальника, который тут же сделал мне честь, попросив моей дружбы. Это не была пустая вежливость с его стороны. Мы действительно подружились, герцог никогда не относился ко мне снисходительно, а я никогда не унижался до лести. Испанцам приписывают некоторую надменность в обращении, но только не допуская фамильярности, можно быть гордым без спеси и учтивым без угодливости. Победа при Вальямарко послужила основанием для многих повышений. Герцог стал генералом, а меня на пулебое произвели в чин подполковника и назначили первым адъютантом. Мы получили опасное поручение воспрепятствовать переходу неприятеля через Дуэру. Герцог занял выгодные позиции и довольно долго на них удерживался. В конце концов на нас двинулась вся английская армия. Численное превосходство врага не смогло принудить нас к отступлению. Начался жестокий рукопашный бой, и наша гибель казалась неотвратимой, если бы в эту минуту к нам не пришел на помощь некий Ван Берг, ротный командир Волонцев во главе трех тысяч человек. Он показал чудеса храбрости и не только избавил нас от опасности, но благодаря ему за нами осталось поле боя. Однако на другой день мы соединились с главными силами армии. Во время нашего отступления вместе с волонцами герцог подъехал ко мне и сказал дорогой Вольфлорида, я знаю, что число два лучше всего соответствует понятию дружбы, и нельзя нарушить это число, не задевая священных прав самого чувства. Но мне кажется, что важная услуга, оказанная нам Ван Бергом, достойна того, чтобы в данном случае сделать исключение. По-моему, мы из благодарности должны предложить ему нашу дружбу и допустить его третьим в тот союз, что соединяет нас с тобой. Я согласился с герцогом, который направился к Ван Бергу и предложил ему нашу дружбу со всей серьезностью отвечавшей тому значению, которое он придавал слову друг. Ван Берг немало удивился и сказал, ваше сиятельство оказываете мне слишком большую честь. Должен предупредить, что у меня привычка каждый день напиваться, а когда я не пьян, так играю по самой крупной. Так что, ежели вашему сиятельству такие привычки притят, то не думаю, чтобы наш союз мог быть прочным. Этот ответ смутил герцога, но через мгновение он рассмеялся, засвидетельствовал Ван Бергу свое почтение и обещал ему воспользоваться всем своим авторитетом при дворе, чтобы добиться для него самой блестящей награды. Но Ван Берг больше всего ценил денежные награды. Король пожаловал ему баронат Делен, находящийся в округе Малин. Ван Берг в тот же день продал его Вальтер ван Дику, жителю Антверпена и поставщику армии. Мы расположились на зимней квартире в Коимбре, одном из самых значительных португальских городов. Ко мне приехала сеньора де Вольфлорида, она любила светское общество, дом ее был открыт для высших офицеров армии. Но мы с герцогом почти не участвовали в шумных удовольствиях света. Все наше время уходило на серьезные занятия. Добродетели была идеалом молодого Седонии, общественное благо его мечтой. Мы обсуждали вместе положение Испании, строили планы ее будущего благополучия. Для того, чтобы сделать испанцев счастливыми, мы страстно желали прежде всего привить им любовь к добродетели и отвлечь их от непомерной жажды стяжательства, что представлялось нам ничуть не трудным. Мы хотели также воскресить старинные традиции рыцарства. Каждый испанец должен быть одинаково верен как жене, так и королю. Каждый обязан иметь товарища по оружию. Я уже объединился с герцогом. Мы были уверены, что свет когда-нибудь заговорит о нашем союзе и что благородные умы, последовав за нами, сделают путь к добродетели более легким. Мне стыдно, милая Элеонора, рассказывать тебе об этих глупостях, но давно уже замечено, что из молодежи, предающейся мечтам, выходят со временем полезные и даже великие люди. И наоборот, не по возрасту охладелые молодые катоны никогда не могут подняться над расчетливым своим горыстием. Недостаток сердца сужает их ум и не позволяет им стать негосударственными деятелями, неполезными гражданами. Из этого правила очень мало исключений. Так, направляя воображение на стезю добродетели, мы тешили себя надеждой когда-нибудь осуществить в Испании век Сатурна и Реи. Аванберг все это время жил как умел уже в золотом веке. Продал баронат Делен за 800 тысяч ливров, дав честное слово не только растронжирить эти деньги за два месяца пребывания на зимних квартирах, но еще наделать 100 тысяч франков долгов. Затем фламандский Мот рассчитывал, что сдержать слово он сможет лишь в том случае, если будет тратить 1400 пистолей в день, что довольно трудно сделать в таком захолустном городе, как Коимбра. Ужаснувшись тому, что дал слово слишком легкомысленно, он в ответ на предложение потратить часть денег на бедных и осчастливить многих, отвечал, что дал слово тратить, а не жертвовать, и что чувство собственного достоинства не позволяет ему употребить хотя бы самую ничтожную часть денег на благодеяние. даже игра не принимается в расчет, так как играя можно выиграть, а проигранные деньги нельзя считать потраченными. Столь затруднительное положение оказалось сильно тревожило Ваннберга. Несколько дней он был рассеян, но наконец нашел способ сохранить свою честь незапятнанной. Он собрал сколько мог найти поваров, музыкантов, акробатов, рецедеев и других представителей веселого ремесла. Утром давал великолепный пир, вечером бал и представление, достигал вершин изобилия. А если, несмотря на все усилия, не удавалось истратить тысячу четыреста пистолей, приказывал остаток вытянуть в окно, говоря, что такой поступок тоже относится к области мотовства. Успокоив таким способом свои сомнения, Ван Берг опять повеселел. Да, это был очень остроумный человек, умевший ловко защищать свои чудачества, за которые на него всюду роптали. Разглагольствования, в которых он хорошо понатарил, придавали блеск его разговору и делали его непохожим на нас, испанцев, обычно серьезных и молчаливых. Ван Берг часто бывал у меня вместе с высшими офицерами армии, но приходил и в мое отсутствие. Я знал об этом и нисколько не сердился, полагая, что безграничное доверие позволяет ему считать себя всюду и всегда желанным гостем. Между тем, большинство держалось другого мнения и вскоре стали распространяться слухи, обидные для моей чести. До меня ни один из них не дошел, но герцог узнал про них и, зная, как я люблю жену, страдал за меня как друг. Однажды он пошел к сеньоре де Вольфлорида и упал к ее ногам, умоляя, чтобы она не забывала своих обязанностей и не принимала Ван Берга наедине. Я не знаю, что она на это ответила. Потом герцог отправился к Ван Бергу с намерением таким же способом обрисовать ему положение вещей и сказать, чтобы тот вернулся на путь добродетели. Он не застал его дома. Вернулся после полудня. В комнате было полно народу, но сам Ван Берг сидел в стороне. Хмурый и, видимо, подвыпивший, он встряхивал кубок с костями. Герцог дружелюбно подошел к нему и, смеясь, спросил, как у него идет трата денег. Ван Берг кинул на него сердитый взгляд и ответил, «Деньги мои предназначены для того, чтобы доставлять удовольствие моим друзьям, а не тем негодяям, которые мешаются не в свое дело». Несколько человек услышали это. «Это относится ко мне?» спросил герцог. «Ван Берг, сейчас же возьми эти легкомысленные слова обратно». «Я никогда ничего не беру обратно», возразил Ван Берг. Герцог преклонил одно колено. «Ван Берг, ты оказал мне славную услугу. Зачем же ты хочешь теперь обесчестить меня? заклинаю тебя, признай меня человеком чести». Ван Берг бросил в ответ что-то пренебрежительное. Герцог спокойно встал, вынул из-за пояса стилет и, положив его на стол, промолвил «Обычный поединок не может уладить это дело. Один из нас должен умереть, и чем скорее тем лучше. Бросим по очереди кости. У кого получится больше, тот пусть возьмет стилет и проэнзит им сердце противника. «Отлично!» крикнул Ван Берг. «Вот это действительно крупная игра. Но клянусь, что коли я выиграю, то не пощажу вашего сиятельства». Пораженные зрители окаменели. Ван Берг взял кубок и выкинул двойную двойку. «Черт побери!» воскликнул он. «Не повезло!» Потом в свою очередь герцог встряхнул кости и выбросил пятерку с шестеркой. Он взял стилет и вонзил его в грудь Ван Берга, после чего также хладнокровно обращаясь к свидетелям, сказал «Сеньоры, будьте добры оказать последние услуги этому юноше, чье героическое мужество заслуживало лучшие участие. А я сейчас же иду к главному аудитору армии и отдаюсь в руки королевского правосудия. Ты можешь себе представить, какой поднялся всю душу вокруг этого происшествия. Герцога любили не только в Испании, но даже наши враги португальцы. Когда весть об этом дошла до Лиссабона, архиепископ этого города, являющийся в то же время патриархом Индии, заявил, что дом в Каимбре, в котором задержали герцога, принадлежит к обитулу и с давних времен считался неприкосновенным убежищем, так что герцог может спокойно в нем оставаться, не опасаясь вторжения светских властей. Герцог был чрезвычайно тронут высказываемым ему сочувствием, но ответил, что не хочет пользоваться этой привилегией. Генеральный аудитор начал дело против герцога, но совет Кастиле постановил решительно вмешаться. Далее великий маршал Арагона, должность недавно упраздненная, утверждал, что суд над герцогом, уроженцем его провинции, принадлежащим к старинным богатым людям, относится к его юрисдикции. Одним словом, многие вступили за герцога, желая ему помочь. Посреди всей этой сумятицы я ломал себе голову над вопросом, чем был вызван несчастный поединок. В конце концов, один знакомый сжалился и сообщил мне о поведении сеньоры Девольфлорида. Не понимаю, как мог я воображать, что моя жена может любить только меня. Прошло много времени, прежде чем я убедился в своей ошибке. В конце концов, определенные обстоятельства слегка отстранили повязку с моих глаз. Я пошел к сеньоре Девольфлориде и сказал ей, я узнал, что твой отец опасно за ним мог. По-моему, тебе надо поехать к нему. К тому же наша дочь нуждается в твоих заботах и, я полагаю, ты теперь останешься навсегда в Астурии. Сеньора Девольфлорида опустила глаза и покорно подчинилась приговору. Ты знаешь, как мы с тех пор жили с твоей матерью. Она обладала тысячей неоценимых качеств и даже добродетелей, которые я всегда ценил по достоинству. Между тем, процесс герцога принял странный оборот. Волонские офицеры придали ему общенациональное значение. Они заявили, что так как испанские гранды позволяют себе убивать фламандцев, им придется оставить испанскую службу, а испанцы доказывали, что это было не убийство, а поединок. Дела зашли так далеко, что король приказал собрать хунту из 12 испанцев и 12 фламандцев, не для суда над герцогом, а скорее для разрешения вопроса, считать ли смерть Ван Берга результатом поединка или же убийства. Испанские офицеры голосовали первые и, как вы сами понимаете, высказывали за то, что это был поединок. 11 волонцев держались противного мнения, не подкрепляя его доказательствами, они главным образом брали криком. 12 голосовавший последним, как самый младший, успел уже не раз выказать себя с самой лучшей стороны в делах чести. Его звали Хуан Ван Варден. Тут я перебил цыгана. Я имею честь быть сыном этого самого Ван Вардена и надеюсь, что не услышу в твоем рассказе ничего способного нанести ущерб его доброму имени. Могу вас уверить, возразил цыган, что точно передаю слова маркиза де Вальфлорида, сказанные его дочери. Когда пришла очередь голосовать Дону, Хуану, Ван Вардену, он взял слово и высказался так. Сеньоры, по-моему, для понятия поединок существенны два признака. Во-первых, вызов или за отсутствием такового столкновения. Во-вторых, одинаковость оружия или за отсутствием такового равные шансы причинить смерть. Так, например, человек, вооруженный ружьем, может драться с противником вооруженным пистолетом при том условии, чтобы один стрелял с расстояния в 100 шагов, а другой в 4 шага и при этом чтобы было заранее договорено, кто стреляет первый. В данном случае оба противника пользовались одними тем же оружием, так что большего равенства в этом отношении желать невозможно. Кости были не фальшивые. равенство шансов причинения смерти неоспоримо. Наконец, вызов был сделан в ясных выражениях и принят обеими сторонами. признаюсь, я с огорчением вижу поединок этот благороднейший вид боя, неизведенным до уровня азартной игры, какой-то забавы, которой муж чести должен пользоваться с величайшей умеренностью. Тем не менее, на основании признаков, приведенных мной в начале, мне представляется бесспорным, что занимающее нас событие было поединком, а не убийством. Я вынужден признать это по совести, как не огорчает меня то, что я расхожусь во мнениях с одиннадцатью своими коллегами. Будучи почти уверен, что меня ждет горечь их неодобрения и желая в то же время самым мягким способом предупредить их недовольство, я покорно прошу, чтобы все одиннадцать оказали мне честь выйти со мной на поединок, а именно шестеро утром и пятеро после обеда. Такого рода предложение породило всюду разговоры, но отказаться было невозможно. Ван Варден ранил первых шестерых, выступивших против него утром, после чего сел с остальными пятью обедать. После обеда опять взялись за оружие. Ван Варден ранил трех, десятый ранил его в плечо, а одиннадцатый пронзил шпагой насквозь и оставил бездыханным на месте. Искусный хирург спас жизнь храброму фламандцу, но было уж не до хунты, не до процесса, и король простил герцога Сидонию. Мы провели еще одну кампанию, не посрамив своей чести, но уже без прежнего пыла. Впервые нас постигло несчастье. Герцог всегда высоко ценил отвагу и военные способности Ваннберга, корил себя за чрезмерную ревность к моему спокойствию, послужившую причиной таких печальных событий. Он понял, что недостаточно одного доброго желания, необходимо еще умение его проявлять. Что касается меня, я, подобно многим мужьям, таил в душе свою боль и от этого страдал еще больше. С тех пор мы перестали мечтать о том, чтобы сделать Испанию счастливой. Между тем наступил мир и герцог решил отправиться в путешествие. Мы объехали вдвоем Италию, Францию и Англию. После возвращения благородный друг мой вошел в Совет Кастилии. Мне доверили при этом Совете должность референдария. Время, проведенное в путешествиях и последующие годы, произвели большие перемены в образе мыслей герцога. Он не только отошел от прежних порывов своей молодости, но даже любимой добродетелью его стала предусмотрительность. Общественное благо предмет юношеских мечтаний оставалось и теперь его глубокой страстью, но теперь он уже знал, что всего нельзя добиться сразу, что надо сперва подготовить умы, по возможности скрывая свои средства в своей опасливости он доходил до того, что в Совете как будто никогда не имел своего мнения, а всегда присоединялся к чужому, а между тем как раз наоборот другие говорили его словами. Но чем тщательнее скрывал герцог свои способности от общества, тем ярче они раскрывались. Испанцы разгадали его и полюбили. Двор начал ему завидовать. Ему предложили пост в Лиссабоне. Понимая, что отказываться нельзя, он его принял, но с условием, что я стану государственным секретарем. с тех пор я его больше не видел, но сердца наши всегда вместе. Когда цыган дошел до этого места своего поистования, ему доложили, что таборные дела требуют его присутствия. Как только он ушел, заговорил Веласкес. Хотя я слушаю нашего хозяина со всем возможным вниманием, я не могу уловить в словах его ни малейшей связи. Я попросту не знаю, кто говорит, а кто слушает. Маркиз Девольфлорида рассказывает дочери свои приключения, а та рассказывает их вожаку цыган, а тот снова рассказывает их нам. Настоящий лабиринт. Мне всегда казалось, что романы и прочие произведения такого рода нужно составлять в несколько колонок, наподобие хронологических таблиц. Ты прав, сеньор, ответила Ревекка. Например, в одной колонке можно было бы прочесть, что сеньора Девольфлорида обманывает мужа, а из другой узнать, как это на нем отразилось, что, разумеется, пролило бы новый свет на все повествование. Я имею в виду не это, возразил Веласкис, а вот, например, герцог Седония. Я еще должен разобраться в его характере, а он тем временем уже лежит в гробу. Не лучше ли было бы начать с португальской войны, тогда во второй колонке я познакомился бы с доктором Сангре Морено, рассуждающим о врачебном искусстве, и не удивился бы, видя, что один вскрывает труп другого. Конечно, перебила Ревекка. Сплошные неожиданности делают повествование малоинтересным, так как никогда невозможно догадаться, что будет дальше. Тут я взял слово и сказал, что во время войны с Португалией мой отец был еще очень молод, приходится только диву даваться той рассудительности, которую он проявил в деле герцога Мединой Седонии. Тут и говорить не о чем, сказал Ревекка. Если бы он не вызвал на поединок одиннадцать офицеров, дело могло бы дойти до скандала, и он правильно поступил, не допустив этого. Мне показалось, что Ревекка над нами издевается. Я подметил в ее характере черты насмешливости и неверия. Я подумал, что, быть может, она могла бы рассказать нам о происшествиях, совершенно не похожих на историю небесных близнецов, и решил расспросить ее, так ли это. Между тем наступила пора расходиться, и каждый пошел к себе. День двадцать девятый. Мы все сошлись довольно рано, и цыган, имея свободное время, продолжил свое повествование. Продолжение истории вожака цыган. Герцогиня Сидония, рассказав мне историю своего отца, несколько дней совсем не показывалась, и корзинку приносила Хиральда. От нее я также узнал, что вопрос обо мне разрешился благоприятно благодаря заступничеству со стороны дяди моей матери. В конце концов, священнослужители даже были рады, что я от них убежал. В приговоре святой инквизиции мой поступок именовался легкомысленным, и на меня налагалась двухлетняя епитимья, а имя и фамилия мои были обозначены только инициалами. Хиральда сообщила мне также, что тетя моя желает, чтобы я скрывался в течение двух лет, а она пока сама поедет в Мадрид и займется там управлением деревушкой, которую отец предназначил для моего содержания. Я спросил Хиральду, неужели она думает, что я выдержу эти два года в подземелье? Она ответила, что у меня нет другого выхода, да и ее собственная безопасность требует того же. на другой день к великой моей радости пришла сама герцогиня. Я любил ее гораздо больше, чем высокомерную кормилицу. Хотелось мне также узнать продолжение ее приключений. Я попросил ее продолжить свой рассказ, и она начала так. Продолжение истории герцогини Недины Седонии. Я поблагодарил отца за то доверие, с каким он посвятил меня в самые существенные события своей жизни. В следующую пятницу я опять вручила ему письмо от герцога Седонии. Он не читал мне ни этого письма, ни последующих, которые он получал каждую неделю, но часто с удовольствием рассказывал, о своем друге. Вскоре меня посетила пожилая женщина, вдова одного офицера. Отец ее был вассалом герцога, и она стала просить возвращения Лена, что зависело от герцога Седонии. До тех пор никто никогда не обращался ко мне с просьбой о поддержке, и этот случай полистил моему самолюбию. Я написала ходатайство, в котором ясно и подробно перечислила все права бедной вдовы. Отнесла эту бумагу отцу, который был ею очень доволен и послал ее герцогу. По правде говоря, я на это надеялась. Герцог признал претензию вдовы и написал мне чрезвычайно любезное письмо, восхищаясь столь ранним моим умственным развитием. Через некоторое время я снова нашла повод написать ему и снова получила письмо, в котором он восхищался моей сообразительностью. А я в самом деле уделяла много времени работе над собой, и Хиральда помогала мне в этом. Когда я писала второе письмо свое, мне только что исполнилось пятнадцать лет. Однажды находясь в кабинете отца, я вдруг услыхала шум на улице и крики сбежавшейся толпы. Подбежав к окну, я увидела множество народа, суетливо теснящегося и провожающего как бы в триумфальном шествии золоченую карету, на которой я узнала герб герцога Седонии. Толпа Идальго и Пожей подскочила к дверце и оттуда вышел мужчина очень приятной наружности в костельском наряде, который при дворе тогда уже выходил из моды. На нем был короткий плащ, брыжи, султан из перьев на шляпе, но главным великолепием наряда был висящий на груди осыпанный бриллиантами орден золотого руна. Отец мой тоже подошел к окну. Ах, это он, воскликнул отец, я ждал, что он приедет. Я ушла к себе и познакомилась с герцогом только на другой день. В дальнейшем, однако, я видела его каждый день, так как он почти не выходил из дома моего отца. двор вызвал герцога по вопросам великой важности. Дело шло о подавлении беспорядков, возникших из-за сбора налогов в Арагонье. В этом королевстве наиболее знатные люди считаются равными кастильским грандам. Род Сидониев был среди них самым старшим. Этого было довольно для того, чтобы к нему внимательно прислушивались. Кроме того, его любили за многие качества. Герцог отправился в Сарагосу и сумел примирить требования двора с интересами жителей. Его спросили, какой он желает награды. Он ответил, что хотел бы немного подышать воздухом Родины. Герцог, человек искренний и откровенный, нисколько не скрывал того, какую радость доставляет ему мое общество. Поэтому мы всегда были вместе, в то время, как другие друзья моего отца занимались с ним государственными делами. Седония признался мне, что он немного ревнив, а случается, доходит и до неистовства. Говорил он по большей части только о себе или обо мне, а когда между мужчиной и женщиной идут такого рода разговоры, отношения вскоре становятся все теснее. Так что я нисколько не удивилась, когда однажды отец позвал меня к себе в кабинет и объявил, что герцог просит моей руки. Я ответила, что мне не надо времени на размышления, так как я заранее предвидела, что герцог может полюбить дочь своего друга и уже продумала и его образ мыслей и разницу в возрасте нас разделяющую, однако прибавила я, испанские гранды обычно стремятся к союзам с семьями, равными им по положению. Как же станут они глядеть на наш союз? Они, может быть, даже перестанут говорить герцогу «ты?» Это будет первым доказательством их недовольства? «То же самое и я», говорил герцогу, сказал мой отец, но он ответил, что ему нужно только твое согласие, а остальное он сам все уладит. Седония находился поблизости. Он вошел с робким выражением лица, странно несоответствующим обычной его надменности. Вид его тронул меня и герцогу не пришлось долго ждать моего согласия. Таким образом, я сделала счастливыми их обоих, так как мой отец был вне себя от радости. Хиральда тоже радовалась нашему счастью. На другой день герцог пригласил к обеду находившихся тогда в Мадриде грандов. Когда все собрались и сели, он обратился к ним с такими словами. Альба, я обращаюсь к тебе, так как считаю тебя первым среди нас не потому, чтобы род твой был знатнее моего, а благодаря моему уважению к памяти героя, чье имя ты носишь. Предрассудок, делающий нам честь, требует, чтобы мы выбирали жен среди дочерей грандов, я, конечно, призрел бы того, кто вступил бы в недостойный союз из любви к богатству или же ради удовлетворения порочной страсти. Случай, о котором я хочу с вами поговорить совершенно другого рода. Вы хорошо знаете, что астурийцы считают себя более благородно рожденными, чем сам король. Хотя это мнение может быть несколько преувеличено, но тем не менее они имели дворянские титулы еще до вторжения мавров в Испанию. И у них есть право считать себя самым знатным дворянством Европы. Чистейшая астурийская кровь течет в жилах Элеоноры де Вольфлорида. Я уж не говорю обо всех известных благородных ее качествах. Утверждаю поэтому, что такой брак может только сделать честь семье любого испанского гранда. А кто держится противоположного мнения, пусть поднимет вот эту перчатку, которую я бросаю посреди собрания. Я поднимаю сказал герцог Альба для того, чтобы отдать тебе ее вместе с пожеланием счастья в таком прекрасном браке. С этими словами он обнял герцога и остальные гранды последовали его примеру. Мой отец рассказывая мне об этом событии прибавил немного печально в нем всегда вот такое рыцарство. Если бы только он мог избавиться от своей запальчивости умоляю тебя дорогая Элеонора никогда ни в чем его не задевать. Я тебе говорила, что у меня в характере была некоторая склонность к высокомерию, но жажда почести сейчас же прошла, как только я ее утолила. Я стала герцогиней Сидония, и сердце мое наполнилось самыми отрадными чувствами. Герцог в домашнем обиходе был очаровательнейший человек. Он безгранично любил меня, всегда и неизменно выказывал мне одинаковую доброту, неисчерпаемую ласковость, непрестанную нежность, и ангельская душа отражалась в лице его. Только по временам, когда мрачная мысль заставляла его хмуриться, оно приобретало страшное выражение. В такие минуты я, дрожа, невольно вспоминала убийцу Ванберга. Но его мало что сердило, а во мне все ему нравилось. Он любил смотреть, как я чем-нибудь занимаюсь, слушать мой голос и угадывать самые сокровенные мои мысли. Я думала, что невозможно было бы любить меня больше, но появление на свет дочурки удвоило его любовь. И счастье наше стало полным. В тот день, когда я первый раз встала после родов, ко мне пришла Хиральда и сказала, милая Элеонора, ты жена и мать, словом, ты счастлива, я тебе больше не нужна, а мои обязанности зовут меня в другое место. Я решила ехать в Америку. Я стала ее удерживать, нет, нет, возразила она, мое присутствие там необходимо. Через несколько дней она уехала. С ее отъездом кончились мои счастливые годы. Я описала тебе этот период неземного блаженства. Он был недолг от того, что такое великое счастье, как наше, наверное, не дается людям на всю жизнь. У меня не хватает сил перейти сейчас к рассказу о моих горестях. Прощай, мой юный друг, завтра мы снова увидимся. Рассказ молодой герцогини очень меня заинтересовал. Я жаждал узнать, что было дальше, и как такое великое счастье сменилось невзгодой. Но вдруг мои мысли приняли другое направление. я вспомнил слова Хиральда о том, что мне придется просидеть два года в заперти. Это мне вовсе не улыбалось, и я стал обдумывать, как бы убежать. На другой день герцогиня опять принесла мне снедь. Глаза у нее были красные, как будто она плакала. Однако она заявила, что в силах поведать мне историю своих несчастий и начала так. Я говорила тебе, что Хиральда несла при мне обязанности старшей двойни. Ее место заняла Донья Менсия, женщина тридцати лет, еще довольно красивая, довольно образованная, и мы поэтому иногда допускали ее в наше общество. Тогда она обычно вела себя так, словно была влюблена в моего мужа. Я смеялась и не придавала этому ни малейшего значения. К тому же Донья Менсия старалась быть мне приятной и прежде всего как можно лучше меня узнать. Часто она наводила разговор на довольно веселые предметы или передавала мне городские сплетни, так что мне не раз приходилось ее останавливать. Я сама кормила свою дочку и к счастью перестала кормить ее перед страшными событиями, о которых ты сейчас узнаешь. Первым ударом, поразившим меня, была смерть отца. Сраженный мучительной и жестокой болезнью, он испустил дух на моих руках, благословляя нас обоих и не предвидя ожидающих нас бед. Вскоре после этого начались беспорядки в Бискайе. Туда послали герцога, а я сопровождала его до Бургаса. У нас есть имения во всех провинциях Испании и дома почти во всех городах. Но здесь был только летний дом, расположенный в миле от города, тот самый, где ты сейчас находишься. Оставив меня со всей моей свитой, герцог отправился к месту назначения. Как-то раз, возвращаясь домой, я услыхала шум во дворе. Мне доложили, что поймали вора, ранив его камненную голову, и что это юноша изумительной красоты. Несколько слуг положили его у моих ног, и я узнала Эрмусито. О небо! Воскликнула я. Это не вор, а порядочный молодой человек, получивший воспитание в Астаргасе у моего деда. Затем я велела дворецкому взять беднягу к себе и как можно внимательнее о нем позаботиться. Кажется, сказала даже, что это сын Хиральды, но точно не помню. На другой день Донья Менсия доложила мне, что молодой человек в горячке и что в бреду он часто упоминает мое имя, притом очень нежно и страстно. Я ответила, что если она когда-нибудь посмеет еще заговорить о чем-нибудь подобном, то я прикажу сейчас же ее выгнать. Посмотрим, сказала она. Я запричала ей показываться мне на глаза. На другой день она пришла просить прощения, упала мне в ноги и я ее простила. Через неделю после этого, когда я была одна, вошла Менсия, поддерживая Эрмуситто, очень ослабевшего. Синьора приказала мне прийти. Промолвил он дрожащим голосом. Я с удивлением взглянула на Менсию, но, не желая обижать сына Хиральды, велела ему придвинуть кресло и сесть в нескольких шагах от меня. «Дорогой Эрмуситто, сказала я, твоя мать никогда не упоминала при мне твоего имени. Я хотел бы теперь узнать, что с тобой было за то время, что мы не виделись». Эрмуситто, прерывающимся от слабости голосом, стал рассказывать История Эрмуситто. Увидев, что корабль наш идет под всеми парусами, я потерял всякую надежду выбраться на берег и заплакал, вспомнив, с какой неслыханной суровостью мать прогнала меня от себя. Я никак не мог понять, что побудило ее поступить так. Мне сказали, что я у тебя на службе, сеньора. Я служил тебе со всем усердием, на какое только способен. Покорность моя была безгранична, так почему же меня выгнали, как будто я совершил что-то скверное? Чем больше я об этом думал, тем меньше понимал. На пятый день плавания мы оказались посреди эскадры Дона Фернандо Орудеса. нам было приказано зайти с кормы адмиральского судна. На голоченном и украшенном разноцветными флагами мостике я увидел Дона Фернандо, чья грудь была уснащена цепями многочисленных орденов. Его почтительно окружала группа офицеров. Приложив рупор к губам, адмирал спросил не встречали ли мы кого в дороге и велел плыть дальше. Проходя мимо него капитан нашего корабля спросил видели адмирала? Теперь он маркиз. А ведь начинал таким же юнгой как вон тот что подметает верхнюю палубу. Дойдя до этого места своего рассказа Армасито несколько раз кинул тревожный взгляд на Менсию. Я поняла, что он не хочет объяснять всего при ней и велела ей уйти. При этом мною руководило исключительно только дружеское чувство к Хиральде и мне даже в голову не приходила мысль, что я могу навлечь на себя подозрения. Когда Менсия вышла, Армасито продолжал мне кажется сеньора, что черпая пищу из одного с тобой источника я саму душу свою сформировал наподобие твоей и уже не мог думать ни о чем кроме тебя или того что с тобой связано. Капитан сказал мне, что Дон Фернандо был юнгой а стал маркизом. Я знал, что твой отец тоже маркиз. подумал, что нет ничего прекраснее этого титула и спросил, каким образом Дон Фернандо добился этого. Капитан объяснил мне, что он подымался со ступеньки на ступеньку, всюду выделяясь блестящими подвигами. С тех пор я решил поступить во флот и начал упражняться в лазанье по мачтам, капитан, которому было поручено руководить мной, противился этому сколько мог. Но я его не слушал и ко времени нашего прибытия в Верокрус был уже неплохим матросом. Дом моего отца стоял на берегу моря. Мы причалили к этому месту на шлюпке. Отец ушел мне навстречу, окруженный роем молодых мулаток, и велел мне обнять их всех по очереди. Девушки тут же начали танцевать, развлекать меня на все воды, и вечер прошел в бесконечных дурачествах. На другой день Коррехидор Верокруса известил моего отца, что не подобает принимать сына в доме, где заведены такие порядки, и что он должен поместить меня в коллегию диатинцев. Отец хоть и с сожалением был вынужден подчиниться. В коллегии моим ректором был монах, который, чтобы приохотить нас к учению, все время твердил, что маркиз Кампус Алес, тогдашний второй государственный секретарь, тоже был когда-то бедным студентом и обязан своим возвышением прилежанию к наукам. Видя, что и этим путем можно добиться звания маркиза, я два года трудился с необычайным рвением. Между тем, прежнего Коррехидора перевели из Верокруса в другое место, и преемником его стал человек менее строгих правил. Отец мой осмелился взять меня домой. Я снова стал беззащитным перед озорством молодых мулаток, которые, подстрекаемые отцом, искушали меня на всякий лад. Я отнюдь не пристрастился к этим жалостям, но узнал много для себя нового, и только теперь понял, ради чего был удален из Астаргаса. Тут мой образ мыслей круто изменился. Неведомые чувства проснулись в душе моей и разбудили воспоминания о невинных забавах моих младенческих лет. Мысль о потерянном счастье, о садах в Астаргаде, по которым я бегал, сеньора, с тобой, смутные воспоминания о бесчисленных проявлениях твоей доброты мгновенно обрушились на мое сознание. Я не мог противиться стольким противникам и впал в состояние моральной и физической подавленности. Врачи утверждали, что у меня изнурительная лихорадка, а я не считал себя больным, но часто мной обладевало такое помрачение рассудка, что я видел перед собой предметы, вовсе не существующие. И чаще всего, сеньора, в этих видениях моему разгоряченному воображению являлась ты, не такая, какой я вижу тебя сейчас, а какой оставил в минуту разлуки. По ночам я часто срывался с постели, видя, как ты, светлая, лучезарная, показываешься передо мной в туманной доле. За городом шум далеких деревень и шепот полей повторяли мне твое имя. Порой мне казалось, будто ты идешь по равнине впереди меня, а когда я поднимал глаза к небу, моля его окончить мои мучения, я видел твой образ, плывущий в облаках. Я заметил, что обычно меньше страдаю в церкви, молитва приносила облегчение, кончилось тем, что я стал проводить целые дни в храмах. Как-то раз ко мне подошел один монах, посиделый в молитвах и покаянии со словами «Сын мой, сердце твое переполняет любовь, которой этот свет не достоин, пойдем ко мне в келью». Я покажу тебе тропинки, ведущие в рай. Я пошел за ним и увидел в Лусеницу, бичи и другие орудия мученичества, вид которых меня нисколько не испугал, так как никакие страдания не могли сравниться с моими. Монах прочел мне несколько страниц из житий святых. Я попросил его дать мне почитать эту книгу и всю ночь напролет читал ее. Новые мысли обладели моим умом. Я видел во сне разверстые небеса и ангелов, напоминавших тебя своим обликом. Тогда в Верокрусе узнали о том, что ты вышла замуж за герцога Сидонию. Я с давних пор имел намерение посвятить тебя священнослужению. Все свое счастье видел в том, чтобы молиться за твое счастье в этой и спасение в будущей жизни. Благочестивый наставник мой сказал мне, что во многих американских монастырях царит разврат и посоветовал мне стать послушником в Мадриде. Я сообщил отцу о своем намерении. Ему давно уже не нравилась моя набожность, однако, не решаясь открыто сбивать меня с этого пути, он просил подождать хотя бы ожидаемого вскоре приезда матери. Я возродил, что у меня больше нет родителей на земле и что небо единственная моя родина. На это он ничего не ответил. Потом я пошел к Рихидору, который одобрил мое намерение и отправил меня с первым кораблем в Испанию. Прибыв в Бильбао, я узнал, что моя мать только что отплыла в Америку. Как я уже сказал, у меня были рекомендательные письма в Мадрид. Когда я проезжал Бургас, мне сказали, что ты, синьора, живешь в окрестностях этого города и мне захотелось повидать тебя еще раз перед тем, как навсегда отречься от всего мирского. Увижу ее еще раз, думал я, и с еще большим жаром буду за нее молиться. Я поехал к вам. Вошел в первый двор с мыслью, что встречу кого-нибудь из твоих прежних слуг, так как слышал, что ты вывезла из Астергаса всю свою челюсть. Рассчитывал напомнить о себе и попросить, чтобы меня поместили в таком месте, откуда я мог бы видеть тебя, когда ты будешь садиться в карету, видеть тебя, сам оставаясь невидимым. Но навстречу попадались все незнакомые люди, и я не знал, как быть. Вошел в какую-то совершенно пустую комнату. Наконец, мне показалось, будто я вижу какое-то знакомое лицо. Я вышел, и тут вдруг ударили меня камнем в голову. Но я вижу, мой рассказ взволновал сеньору. Даю тебе слово, продолжала герцогиня, что благочестивое помешательство Эрмусито вызвало во мне только жалость. Но когда он заговорил о садах Астаргаса, о забавах наших младенческих лет, воспоминания о счастье, которым мы тогда наслаждались, мысль о теперешнем моем счастье и некоторая боязнь будущего, какое-то чувство в одно и то же время мило и грустно и стеснило мое сердце, и я почувствовала, что по щекам моим покатились слезы. Эрмусито встал. Кажется, он хотел поцеловать край моего платья, но у него задрожали ноги, голова его упала на колени ко мне, и руки крепко обвелись вокруг моей талии. В это мгновение я бросила взгляд на стоявшее напротив зеркала. Я увидела Менсию и герцога, но у него было такое страшное лицо, что я его еле узнала. Кровь застыла у меня в жилах, я опять взглянула на зеркало, но на этот раз не увидала никого. Освободившись от объятия Армусито, я позвала имени Кию, велела ей позаботиться об этом юноше, который вдруг лишился сознания и вышла в другую комнату. Случай этот очень меня встревожил, ведь слуги уверили меня, что герцог еще не возвращался из Бискайи. На другой день я послала узнать о здоровье Армусито и получила ответ, что его уже нет в доме. Через три дня, когда я собиралась ложиться, ко мне вошла Менсия с письмом герцога в руках, содержащим только следующее «Сделай то, что тебе скажет Дония Менсия». Это приказывает тебе твой муж и судья. Менсия, завязала мне глаза платком. Я почувствовала, что меня тянут за руку и ведут в это подземелье. Услыхала звон кандалов. Платок сняли. Я увидела Армусито, прикованного за шею к столбу, на которой ты опираешься. Глаза его были тусклые, лицо страшно бледно. «Это ты, сеньора», произнес он голосом умирающего. «Я не могу говорить. Мне не дают воды. У меня язык прилип к гортани. Мучения мои не продлятся долго. Если я попаду на небо, то буду молиться за тебя». В это самое мгновение из отверстия в стене грянул выстрел, и пуля раздробила ему плечо. «Великий Боже!» воскликнул он. «Прости моим мучителям». Оттуда же грянул второй выстрел, но я не видела последствий, так как упала без чувств. Я очнулась среди моих прислужниц, сказала ни о чем не знавших. Они сообщили мне только, что Менсия уехала. На другой день утром пришел к конюшей герцога и доложил мне, что этой ночью его хозяин уехал с секретным поручением во Францию и вернется только через несколько месяцев. Оставшись одна, я призвала на помощь все свое мужество, предоставила свое дело суду Всевышнего и безраздельно отдалась воспитанию дочери. Через три месяца появилась Хиральда. Она приехала из Америки в Мадрид, чтобы отыскать сына в том монастыре, где он должен был отбыть срок послушничества. Не найдя его там, она поехала в Бильбао и оттуда следы Армаситу привели ее в Бургас. Опасаясь взрыва отчаяния, я поведала ей только часть правды. Преисполненная горем, она сумела вырвать у меня всю тайну. Ты знаешь, какой у этой женщины твердый настоящий характер. Гнев, отчаяние, самые страстные чувства, какие только могут владеть душой, поочередно терзали ее душу. Я даже сама была слишком несчастна, чтобы найти в себе силы утешать ее. Однажды, переставляя мебель у себя в комнате, Хиральда обнаружила потайную дверцу в стене под обоями и добралась до подземелья, где узнала тот столб, о котором я тебе говорила. На нем были еще видны следы крови. Она вбежала ко мне сама не своя. После этого она часто запиралась у себя в комнате, но, по-моему, просто сидела в этом проклятом подземелье, обдумывая ланы мести. Через месяц мне доложили о прибытии герцога. Он вошел спокойно и сдержанный, привоскал ребенка, потом велел мне сесть и сам сел рядом. Сеньора, сказал он, я долго думал о том, как с тобой поступить и решил ничего не менять. Тебе будут прислуживать в моем доме с прежней почтительностью, я буду оказывать тебе для видимости те же знаки внимания, и так будет продолжаться до того момента, когда твоей дочери исполнится 16 лет. А когда ей исполнится 16 лет, что будет со мной? спросила я. Тут Хиральда принесла шоколад. Мне пришло в голову, а вдруг она травлен. Герцог продолжал, в тот день, когда твоей дочери исполнится 16 лет, я позову ее к себе и скажу ей следующее. Твои черты, дитя мое, напоминают мне лицо женщины, историю которой я тебе расскажу. Она была прекрасна и, казалось, обладает еще более прекрасной душой, но какой в этом толк, если она только казалась добродетельной? Она так искусно умела притворяться, что благодаря этому искусству сумела выйти за одного из самых знатных людей Испании. Однажды, когда мужу ее пришлось быть несколько недель в отсутствии, она приказала привезти к ней из родных краев ничтожного бедняка. Они вспомнили свои прежние любовные увлечения и упали друг к другу в объятия. Это отвратительная лицемерка твоя мать. «После после этого я выгоню тебя из своего дома и ты пойдешь плакать на могиле своей матери, которой та же цена, что и тебе». Несправедливость уже так закалила мое сердце, что эта речь не произвела на меня особого впечатления. я взяла ребенка на руки и ушла к себе в комнату. К несчастью, я забыла про шоколад, а герцог, как я потом узнала, уже два дня ничего не ел. Чашка стояла перед ним. Он выпил ее залпом и пошел к себе. Через полчаса он послал за доктором Сангре Морено и кроме него не велел никого пускать. Побежали за доктором, но он уехал в загородный домик, где производил свое вскрытие. За ним поехали, но там его уже не оказалось. Стали искать по пациентам. Наконец, после трех часовых поисков он приехал и нашел герцога мертвым. Сангре Морено с великим вниманием обследовал труп, осмотрел ногти, глаза, язык, велел принести ему из дома множество бутылок и начал делать какие-то опыты. Потом пришел ко мне и сказал, могу твердо сказать, сеньора, что герцог умер вследствие отравления смесью наркотической камеди с едким металлом. Но к уголовному трибуналу я никакого отношения не имею. Поэтому оставляю это дело на усмотрение высшего судьи, пребывающего на небесах. Я же публично заявлю, что герцог умер от удара. Другие приглашенные лекари подтвердили диагноз Сангре Морену. Я велела позвать Хиральду и повторила ей то, что сказал доктор. Растерянность выдала ее. Ты отравила моего мужа, сказала я. Каким же образом христианка может допустить себя до такого преступления? Я христианка, ответила она, это правда, но я мать. Если бы убили твое собственное дитя, как знать не стала ли бы ты сама свирепей, разъяренной тигрицей? На это я не нашла с что ответить, однако заметила ей, что она ведь могла отравить меня вместо герцога ничуть не бывало, возразила она. Я смотрела сквозь замочную скважину и сейчас же убежала бы, если бы дотронулась ты до чашки. Потом пришли капуцины, требуя тело герцога, и так, как у них была бумага от архиепископа, невозможно было им отказать. Хиральда до тех пор обнаруживавшая изрядное мужество вдруг страшно встревожилась. Она задрожала при мысли, как бы при бальзамировании тела не нашли следов яда, и ее усиленные просьбы склонили меня к участию в ночной вылазке, которой я обязана удовольствием видеть тебя в своем доме. Моя напыщенная речь на кладбище имела целью обмануть слуг, но увидев, что вместо покойника принесли тебя, нам пришлось, чтобы не выводить их из заблуждения похоронить возле садовой часовни чучела человека. Несмотря на эти предосторожности, Хиральда до сих пор в тревоге. Все время толкует о том, чтобы вернуться в Америку и хочет держать тебя здесь, пока не примет какого-то твердого решения, что до меня, то я ничего не боюсь. И если меня вызовут в суд, чистосердечно расскажу всю правду. Я и Хиральду предупредила об этом. несправедливость и жестокость герцога привели к тому, что я его разлюбила. Я никогда не могла бы жить с ним вместе. Единственное мое счастье, моя дочурка, я не боюсь за ее судьбу. Наследственные титулы и большое богатство не дают основания опасаться за ее будущее. Вот все, что я хотел о тебе сообщить, мой молодой друг. Хиральде известно, что я решил рассказать тебе нашу историю. Она тоже считает, что не следует держать тебя в неведении. Но мне душно в этом подземелье. Пойду наверх, подышу свежим воздухом. Как только герцогиня ушла, я кинул взгляд вокруг и в самом деле нашел вид окружающего довольно печальным. Могила молодого мученика и столб, к которому он был прикован, делали его еще мрачнее. Мне было хорошо в этом узелище, пока я боялся театинцев, а теперь, когда все было улажено, пребывание в нем становилось несносным. Меня заболняла самоуверенность Хиральды, намеревавшейся держать меня здесь целых два года. В общем, обе женщины у кинемала подходили для роли стражников. Они оставляли дверь в подземелье открытой, видимо, полагая, что отделяющая меня решетка представляет собой непреодолимую преграду. Один время уже составил план не только бегство, но и всего поведение в течение двух лет назначенных мне для эпидемии. Познакомил процесс при намерении. Во время пребывания в коллегии театинцев я часто думал о том, как счастливы, наверное, маленькие ничьи, сидящие в двери нашей церкви. Участь стих, стоя недорогой привязанной. На самом деле, в то время, как я увидал над книгами, не зная, как удовлетворить своих учителей, эти счастливые дети бегали по улице, играли в карты на ступенях паперти и рассчитывали друг с другом каштанами. Иногда они дрались до изнеможения, и никто их не останавливал. Вываливались в песке, и никто не заставлял их мыться, раздевались прямо на улице и стирали рубашки у колодца. Но можно ли вообразить существование приятнее? Мысли о такого рода счастье очень занимали меня во время пребывания в подземелье. И я решил, что лучше всего будет, если, выбравшись из узилища, я поведу до конца эпитемии образ жизни нищего. Конечно, я уже получил некоторое образование, и по разговору можно было отличить меня от сотоварищей, но я надеялся, что сумею без труда свой техник и потом через два года вернуться к своим. Хотя мысль эта была довольно странная, но из того положения, в каком я находился, я не мог найти лучшего выхода. Приняв это решение, я отломил кусок лезвия от ножа и стал трудиться над одним из прутьев решетки. Пять дней бился я, прежде чем мне удалось его выломать. Я тщательно собирал обломки камней и засыпал ими отверстия, так что ничего нельзя было заметить. В тот день, когда я кончил эту работу, корзинку мне принесла Хиральда. Я спросил, не боится ли она, как бы случайно не проведали, что она кормит в подземелье какого-то неизвестного парня. Нисколько, ответила она. Подъемная дверь, через которую ты сюда попал, выходит в особый павильон, двери которого я приказала замуровать под тем предлогом, будто он пробуждает в герцогине горькие воспоминания, а коридор, по которому мы ходим к тебе, ведет из моей спальни, и вход в него закрыт обоями. Но дверь, наверное, железная. О, нет, возразила она. дверь довольно легкая, но тщательно скрыта. К тому же я, уходя, всегда запираю свою комнату на ключ. Тут есть и другие подземелья, как это, и, по-моему, еще до нас здесь, наверное, жил не один ревнивец и совершал не одно злодеяние. Сказав это, Хиральда хотела бы уйти. «Почему ты уходишь, сеньора?» спросил я. «Мне некогда», возразила она. «У герцогини нынче кончается шестая неделя траура, и она хочет поехать кататься». Я узнал, что мне было нужно, и больше не удерживал Хиральду, которая ушла, на этот раз не запирая за собой дверь. я как можно скорее написал герцогине, что прошу меня простить, положил письмо на решетку, потом вынул пруд, и, пройдя до тех пор недоступную мне часть подземелья, затем темный коридор очутился у какой-то запертой двери. Я услыхал стук пролетки и топот лошадей. Отсюда я заключил, что герцогиня вместе с кормилицей уехали. Я стал высаживать дверь. Изъеденные червями доски недолго сопротивлялись моим усилием. Скоро я оказался в комнате кормилицы, а так, как знал, что она заперла дверь на ключ, решил, что могу дать себе минуту отдыха. Глянув в зеркало, убедился, что мой внешний вид совершенно не соответствует той роли, которую я собирался сыграть. Я взял уголь из камина, немного затемнил свое бледное лицо, потом разодрал рубашку и верхнюю одежду. Подойдя к окну, я увидел, что оно выходит в сад, когда-то дорогой сердцу хозяев дома, но теперь совсем запущенный. Отворив окно, я убедился, что больше ни одно не выходит на эту сторону. Можно было бы спрыгнуть на землю, но я предпочел воспользоваться простынями Хиральды. Вскарабкавшись затем на крышу беседки, увитой виноградом, и перепрыгнув с нее на садовую ограду, я выбрался в чистое поле, счастливый, что дышу вольным воздухом, уйдя от театинцев, инквизиции, герцогини и ее кормилицы. Вдали я увидел Бургас, но направился в противоположную сторону и вскоре увидел богатый трактир, показав хозяйке двадцать реалов, которые были у меня аккуратно завернуты в бумагу, сказал, что все эти деньги хочу истратить у нее. В ответ она засмеялась и принесла мне по двойной цене хлеба и луку. У меня было еще немного денег, кроме этих, но я утаял их от нее. Подкрепившись, я ушел на конюшню и заснул так крепко, как человек спит в шестнадцать лет. До Мадрида я добрался без каких-либо заслуживающих внимания происшествий. В город входил уже в сумерки. Отыскал дом тетки. Вы можете себе представить, как она меня встретила. Но я пробыл у нее очень недолго, опасаясь, как бы меня не обнаружили. Пройдя весь Мадрид, я оказался на Прадо, где лег на землю и заснул. Утром проснулся уже засветло и пошел бродить по площадям и улицам в поисках места, наиболее выгодного для моего нового ремесла. На улице Толедо встречу девушку, которая несла бутылку чернил, я спросил, не от синьора ли Авадора она случайно. «Нет», возразила она, «я иду от дома Филиппе Дельтинтер Лажго». Оказалось, что отца моего по-прежнему знают под этим прозвищем и занятия у него те же самые. Однако, надо было подумать о выборе места. Возле паперти храма Святого Роха я увидел нескольких нищих моего возраста, которые с виду мне приглянулись. Я подошел к ним и сказал, что прибыл из провинции в надежде на милосердие здешних жителей, но что у меня еще осталась горстка реалов, которую я охотно внесу в общую кассу, если она у них имеется. Слова эти произвели на слушателей самое благоприятное впечатление. Они ответили, что у них есть общие деньги у торговки каштанами на углу. Они сводили меня туда, после чего мы вернулись на паперть и стали играть в тарок. В самый разгар игры к каждому из нас по очереди как будто стал приглядываться какой-то хорошо одетый синьор. Мы уже собирались крикнуть ему какую-нибудь глупость, но он предупредил нас, кинув мне повелительно, чтобы я шел за ним. Заведя меня за угол, он сказал, «Дитя мое, я выбрал тебя среди твоих товарищей от того, что у тебя лицо умнее, чем у остальных, а для того, чтобы выполнить мое поручение, нужна смекалка. слушай меня внимательно, здесь будет проходить много женщин, совершенно одинаково одетых, в черных бархатных платьях и мантильях с черными кружевами, закрывающими их лица, так что ни одной нельзя узнать. К счастью, бархат и узоры кружев разные, по этому признаку нетрудно определить, за который из прекрасных незнакомых тебе идти. Я любовник одной молодой особы, которая, кажется, склонна к измене и хочу хорошенько удостовериться в этом. Вот тебе два обращика бархата и два кружев. Если ты заметишь двух женщин, в чьим платьем подходят эти обращики, то проследи, войдут они в церковь или вот в этот дом напротив, принадлежащий кавалеру Толеду. И сейчас же беги к винаторговцу вон там на углу. Я буду там ждать тебя. Пока вот тебе золотой и получишь еще один, если хорошо справишься со своей задачей. Пока незнакомец говорил это, я внимательно на него глядел, и мне показалось, что он больше похож на мужа, чем на любовника. Я вспомнил о жестокости герцога Сидонии и подумал, как бы не совершить грех, принеся любовь в жертву черным подозрением гименея. Поэтому я решил исполнить только половину поручения, то есть сообщить ревнивцу, если женщины войдут в церковь, а в противном случае предупредить их о грозящей опасности. Вернувшись к товарищам, я сказал им, чтобы они продолжали играть, не обращая на меня внимания, и лег позади них на землю, положив перед собой обращики бархата и кружев. Вскоре много женщин стало появляться парами. Наконец прошли две, на которых были платья из той же самой материи, что и мои обращики. Обе сделали вид, будто входят в церковь, но остановившись на паперти, посмотрели по сторонам, не идет ли кто за ними, быстро перебежали улицу и вошли в дом напротив. Когда цыган дошел до этого места своего повествования, за ним прислали, и ему пришлось уйти. Тогда заговорил Веласкис. В самом деле эта история пугает меня. Все рассказы цыгана начинаются просто, и слушателю кажется, что скоро конец, но не тут-то было. Одна история родит другую, из той вытекает третья, наподобие остатков частного, которые в некоторых случаях можно делить до бесконечности, но и для суммирования разного рода прогрессий существуют определенные способы, а тут в качестве суммы всего, что нам рассказывает цыган, я могу вывести только непостижимую путаницу. И несмотря на это, сеньор, возразила Ревекка, ты слушаешь их с великим удовольствием, ведь насколько я знаю, ты собирался прямо в Мадрид, а между тем не можешь нас оставить? Две причины побуждают меня оставаться здесь, ответил Веласкес, во-первых, я начал важные вычисления и хочу здесь их кончить, во-вторых, признаюсь, сеньорита, что общество ни одной женщины не доставляло мне такого удовольствия, как твое, или, проще говоря, ты единственная женщина, беседа с которой доставляет мне удовольствие. Ваша светлость, ответила еврейка, я очень хотел бы, чтобы вторая причина когда-нибудь стала первой. Какое имеет для вас значение, сеньорита, сказал Веласкес, думаю ли я о вас больше, чем о геометрии или меньше? У меня другое затруднение. Я до сих пор не знаю, как вас зовут, и вынужден обозначать вас знаком Х или З, как мы обычно обозначаем в алгебре неизвестные величины. Мое имя, сказала еврейка, это тайна, которую я охотно вверила бы твоей чести, если бы не боялась последствий твоей рассеянности. Не бойся, сеньорита, возразил Веласкес. Часто прибегая в процессе вычисления к подстановкам, я привык обозначать одни и те же величины одними и тем же способом. Как только я присвою себе какое-нибудь имя, ты потом при всем своем желании не сможешь изменить его? Хорошо, сказала Ревекка, называй меня пока Лаурой Дюседа, с большим удовольствием ответил Веласкес, но также прекрасной Лаурой, ученой Лаурой, восхитительной Лаурой, так как все это показатели твоих достоинств. Пока они так беседовали, мне пришло на память обещание, которое я дал разбойнику встретиться с ним в четырехстах шагах от табора. Я взял шпагу и, отойдя на это расстояние от табора, услыхал пистолетный выстрел. Направив свои шаги в ту сторону, я увидел людей, с которыми мне уже раньше приходилось иметь дело. Атаман их обратился ко мне со словами. Здравствуй, сеньор кавалер. Вижу, что ты умеешь держать слово и не сомневаюсь также в твоей отваге. Видишь вон ту расселенную в скале. Она ведет в подземелье, где тебя ждут с крайним нетерпением. Надеюсь, ты оправдаешь оказанное тебе доверие. Я вошел в подземелье, оставив незнакомца, который и не подумал за мною следовать. Пройдя несколько шагов, я услыхал за спиной грохот и увидел, как огромные каменные глыбы заваливают вход, повинуясь действию какого-то непонятного механизма. Слабый луч света, проникавший сквозь расселенную в скале, растворился во мраке коридора. Но, несмотря на темноту, я без труда продвигался вперед, так как дорога была ровная и наклон невелик. Я нисколько не боялся, но, думав, что всякий другой на моем месте чувствовал бы страх, углубляясь так бесцельно в недра земли. Я шел добрых два часа. В одной руке я держал шпагу, а другую вытянул вперед, чтобы на что-нибудь не наткнуться. Вдруг я ощутил легкое дуновение и услышал тихий мелодичный голос, который шепнул мне на ухо. По какому праву смертный осмеливается вступить в царство гномов? Другой голос, тоже очень приятный, ответил, может быть, он пришел отнять наше сокровище? Первый продолжал, если бы он бросил шпагу, мы к нему подошли бы. Тут в свою очередь заговорил я, прелестные гномики, если только не ошибаюсь, я узнаю вас по голосу, мне нельзя бросить шпагу, но я воткну острее в землю, и вы смело можете подойти. Подземные божества заключили меня в объятия, но я каким-то подсознательным чувством уловил, что это были мои родственницы. Яркий свет, неожиданно хлынувший со всех сторон, убедил меня, что я не ошибся. Они отвели меня в пещеру, выложенную подушками и украшенную великолепными каменьями, которые переливали с всеми оттенками опалом. Ну, сказала Эмина, ты рад, что встретился с нами. Теперь ты проводишь дни в обществе молодой израильтянки, разум который не уступает ей очарованию. Даю тебе слово, ответил я, что Ревекка не произвела на меня никакого впечатления, а при встрече с вами я каждый раз испытываю тревогу, что больше вас не увижу. Меня пробовали убедить в том, что вы нечистые духи, но я никогда не верил. Какой-то внутренний голос твердил мне, что вы существа подобные мне, созданные для любви. Принято думать, что можно любить по-настоящему только одну женщину. Это не так, раз я люблю вас обеих одинаково. Сердце мое не разделяет вас. Вы царите в нем обе вместе. Ах, воскликнула Эмина, это говорит в тебя кровь Абенсерадов. Коли ты можешь любить сразу двух женщин, так прими же святую веру, разрешающую многоженство. Быть может, перебила Зибельда, тогда ты сидел бы на троне в Тунисе. Если бы ты только видел эту очаровательную страну, сирали бордо и манубы, сады, фонтаны, роскошные бани и тысячи молодых невольниц, куда более прекрасных, чем мы. Не будем, сказал я, говорить о тех королевствах, которые озаряет солнце. Мы сейчас, сам не знаю, в какой бездне, но хотя бы мы были даже на границе с адом, никто не запрещает нам изведать наслаждение, которое, говорят, пророк обещает своим избранным. Эмина грустно улыбнулась, но спустя мгновение поглядела на меня с нежностью, а Зибельда повисла у меня на шее. День тридцатый Проснувшись, я уже не увидел своих родственниц. В тревоге я огляделся по сторонам, увидел перед собой длинную освещенную галерею и догадался, что по ней надо идти дальше. Собравшись со всей возможной поспешностью после получасовой ходьбы, я подошел к крутой лестнице, по которой можно было либо выйти на поверхность земли, либо погрузиться в ее недра. Я выбрал второе направление и попал в подземелье, где оказалась гробница из белого мрамора, освещенная четырьмя светильниками и при ней молящийся старый дервиш. Повернувшись ко мне, старик ласково промолвил, «Добро пожаловать, сеньор Альфонс». «Мы давно тебя ждем». Я спросил, уж не подземелье ли это косар гумелеса. «Ты не ошибся, благородный назарей», ответил дервиш. «В этой могиле скрыта тайна гумелесов». «Но прежде чем говорить об этом важном предмете, позволь предложить тебе немного подкрепиться. Сегодня тебе понадобятся все силы твоего духа и тела. А быть может, прибавил он едко, это последнее требует отдыха». Сказав это, старик отвел меня в соседнюю пещеру, где я нашел чисто накрытый стол с завтраком. Когда я подкреплялся, он попросил, чтобы я его внимательно выслушал и начал. «Синьор Альфонс, мне известно, что твои прекрасные родственницы познакомили тебя с историей твоих предков и тем значением, которое последнее придавали тайне косаргу Мелеса. В мире нет ничего важнее этого. Владеющий нашей тайной мог бы легко привести к покорности целые народы и, может быть, даже основать всемирную монархию. Но с другой стороны, эти могучие и далеко небезопасные средства, попав в безрассудные руки, могли бы надолго уничтожить порядок, построенный на подчинении. Наши законы предусматривают, что тайна может быть открыта только тем, в чьих жилах течет кровь гумилесов. И то лишь в том случае, если путем многих испытаний будут доказаны их стойкость и честный образ мыслей. Обязательно также принесение торжественной клятвы с соблюдением религиозных обрядов. Однако, зная твой характер, мы удовлетворимся твоим честным словом. И вот я смею просить тебя, чтобы ты подтвердил своим честным словом, что никогда никому не расскажешь о том, что ты здесь увидишь или услышишь. Сперва я подумал, что о состоянии службы испанского короля не должен давать слова, не узнав заранее, не увижу ли в пещере чего-нибудь унижающего его величие. И намекнул об этом дервишу. Твоя предусмотрительность вполне уместна, сеньор, ответил старик. Руки твои принадлежат королю, которому ты служишь, но здесь ты находишься в подземных краях, на которые его власть никогда не простиралась. Кровь, текущая в твоих жилах, тоже налагает на себя определенные обязательства. Наконец, честное слово, которое я от тебя требую, только продолжение того, которое ты дал своим родственницам. Я удовлетворился этим несколько своеобразным объяснением и дал слово, которое он от меня требовал. тогда дербиш слегка толкнул одну из стен надгробия и указал мне на ступени, ведущие в еще более глубокое подземелье. «Сойди сюда», сказал он, «мне нет надобности тебя сопровождать, но вечером я приду за тобою». Я спустился вниз и увидел то, о чем охотно рассказал бы вам, если бы данное мной честное слово не явилось для этого непреодолимым препятствием. Дервиш явился вечером, как обещал. Мы вышли вместе и спустились еще в одну пещеру, где для нас был приготовлен ужин. Стол стоял под золотым деревом, изображающим родословную гомелесов. Дерево разделялось на две главные ветви, одна из которых обозначающая гомелесов магометан с велопышным цветом. Другая же ветвь гомелесов христиан явно засыхала, ощетине с длинными терниями. После ужина Дервиш заговорил, не удивляясь разницы между двумя главными ветвями. Гомелесы, верные законам пророка, получили в награду корону, а те другие жили в неизвестности и занимали незначительные должности. Ни один из них не был допущен к нашей тайне. Если для тебя сделано исключение, ты обязан этим особому расположению двух родственниц из Туниса. Но несмотря на это, у тебя пока очень слабое представление о нашей политике. «Если бы ты захотел перейти в другую ветвь, то, что цветет и с каждым днем будет расцветать все более буйно, то смог бы удовлетворить свое честолюбие и осуществить величайшие замыслы». Я хотел ответить, но Дервиш, не дав мне вымолвить ни слова, продолжал. «Однако тебе по праву принадлежит определенная часть богатства твоего рода. Кроме того, тебе полагается вознаграждение за труды, которые ты взял на себя, чтобы попасть в наши подземелья. Вот век вселено имя Эстебана Морро, самого богатого банкира в Мадриде. Сумма составляет как будто всего тысячу реалов, но одно тайное движение пером делает ее неограниченной и на твое имя выдадут столько, сколько ты сам пожелаешь. Теперь иди по этой крутой лестнице и когда ты насчитаешь три тысячи пятьсот ступеней, ты попадешь под очень низкий свод, где тебе придется проползти пятьдесят шагов, и ты отчетишься посреди замка Аль-Касар или Касар-Гумелес. Ты правильно сделаешь, если переночаешь там, а утром ты сразу увидишь у подошвы горы цыганский табор. прощай, дорогой Альфонс, да просветит тебя наш святой пророк и да наставит он тебя на пути истинный. Дервиш огнял меня, благословил и запер за мной двери. Надо было в точности исполнить все его указания. Подымаясь наверх, я часто останавливался, чтобы перевести дух. Наконец, увидел над головой звездное небо, лег под разрушенным сводом и заснул. День тридцать первый. Проснувшись, я увидел в долине цыганский табор и по царящему в нем оживлению понял, что он готовится в путь. Я поспешил присоединиться к нему. Думал, что меня ждут бесчисленные расспросы о том, где я пропадал две ночи. Но никто не сказал мне ни слова, до такой степени все были поглощены сборами. Как только все мы сели на коней, каббалист сказал, «На этот раз могу вас уверить, что нынче мы вдоволь насытимся рассказом вечного жида. Я еще не утратил своей власти над ним, как воображает этот наглец. Он был уже близ Таруданта, когда я заставил его вернуться. Он недоволен и старается идти как можно медленней, но у меня есть средство сделать так, чтобы он ускорил шаги». С этими словами каббалист вынул из кармана книжку, стал читать какие-то непонятные формулы, и вскоре мы увидели на вершине горы старого бродягу. «Вот он!» воскликнул Уседа. «Бездельник, лентяй!» «Сейчас увидите, как я его встречу». Ревекка стала заступаться за провинившегося, и брат ее как будто немного остыл от гнева. Однако, когда вечный жид подошел к нам, Уседа не удержался от резких упреков по его адресу на непонятном для меня языке. Потом он велел ему шагать около моего коня и продолжать повествование о своих приключениях с того места, на котором он остановился. Жалкий странник безропотно повиновался. Продолжение истории вечного жида. Я сказал вам, что в Иерусалиме появилась секта Иродиан, утверждавшая, что Ирод мессия. При этом я обещал вам объяснить, какой смысл придавали этому выражению евреи. Так вот, мессия по-еврейски значит умощенный, помазанный елеем. А Христос – греческий перевод этого имени. Пробудившись от своего знаменитого сновидения, Иаков полил елеем камень, на котором лежала его голова и назвал это место Вифиль, то есть Дом Божий. Вы можете справиться у Сан Хуниатона, что Уран изобрел Вифили, то есть ожившие камни. Тогда верили, что все освященное помазанием тотчас исполняется Духа Божия. Стали миропомазывать царей, и Мессия стал синонимом царя. Давид, говоря о Мессии, имел в виду самого себя, в чем можно убедиться из его второго псалма. Но так как Иудейское царство, сначала разделенное, а потом завоеванное, стало игрушкой соседних держав, особенно после того, как народ был угнан в плен, пророки стали его утешать, говоря, что придет день, когда явится царь из рода Давидова. Он смирит гордыню Вавилона и торжественно выведет евреев из плена. Великолепнейшие чертоги возносились в пророческих видениях, потому-то они и не замедлили возвести будущий Иерусалим, чтобы можно было бы торжественно принять в его стенах великого царя со святыней, где было бы все, что только может поднять в глазах народа значение веры. Евреи, хотя и не придавали словам пророков большого значения, с удовольствием слушали их. В самом деле, странно было бы требовать от них, чтобы они близко к сердцу принимали события, которые должны были наступить лишь во времена праправнуков их внуков. Кажется, в правлении македонцев пророки были почти совсем забыты. Поэтому ни в одном Маккавея не видели Мессию, хоть они и освободили страну от чужеземного господства. и ни об одном из потомков, имевших царский титул, не говорили, что он предвозвещен пророками. Положение изменилось в правлении старого Ирода. Придворные этого монарха, исчерпав за сорок лет все восхваления, услаждавшие ему жизнь, убедили его под конец, что он Мессия, заповеданный пророками. Ирод, потерявший вкус ко всему за исключением высшей власти, которой он с каждым днем все сильнее желал, нашел, что это утверждение единственное средство проверки, кто из подданных ему действительно верен. И вот друзья его создали секту Иродиан во главе с пройдухой Садыкии, младшим братом моей бабки. Вы понимаете, что не дед мой, не Делли, уже не помышляли о переселении в Иерусалим? Они велели выковать ларчик из бронзы и заперли в нем договор о продаже дома Гилеля, а также расписку его на тридцать тысяч дариков с передаточной надписью Деллия в пользу моего отца Мордохея. Наложив печати, они решили не думать об этом, пока обстоятельства не примут более благоприятный для них оборот. Ирод умер, и Иудея стала жертвой жесточайших раздоров. Тридцать главарей разных партий приказали себя миропомазать и объявить мессиями. Через несколько лет после этого Мордохей женился на дочери одного из своих соседей, и я, единственный плод их союза, появился на свет в последний год правления Августа. Дед хотел сам меня обрезать и для этого велел приготовить пир. Но, привыкнув к одиночеству и уже дряхлый, он от всех этих хлопот слег в постель и через несколько недель умер. Он испустил дух в объятиях Делия, прося его сохранить для нас бронзовый ларчик и не допустить, чтобы негодяй спокойно пользовался плодами своего мошенничества. Мать моя, у которой роды прошли неудачно, пережила тесте всего на несколько месяцев. В то время у евреев был обычай давать своим детям греческие или персидские имена. Меня назвали Агосфером. Под этим именем я в как это видно из писаний Дудлея. Это же самое имя я носил в 1710 году в Кембридже, как доказывают творения ученого Тензелия. Сеньор Агосфер, сказал Веласкис, о тебе упоминается еще в театру Эуропиум. Может быть, ответил вечный жид. Ведь я стал известен повсюду с тех пор, каббалисты вздумали вызывать меня из глубины Африки. Тут я вмешался в беседу, спросив вечного жида, отчего он так полюбил именно эти пустынные места. От того, что я не встречаю там людей, ответил он, а если иной раз встречу заблудившегося путника или какое-нибудь кафрское семейство, то, зная логово, в котором живет львица с детенышами, я нарочно навожу ее на след путников и с удовольствием смотрю, как она пожирает их у меня на глазах. Синьор Агасфер перебил Веласкес «Ты кажешься мне человеком с недостойным образом мыслей. Я же говорил вам, что это величайший негодяй на свете. Если бы ты прожил, как я восемнадцать веков, возродил бродяга, то, наверное, был бы не лучше меня. Надеюсь прожить дольше и гораздо честнее, отрезал каббалист. Но прекрати эти наглости и рассказывай дальше о своих приключениях». Вечный жид не ответил ему ни слова и продолжал «Старый Делий остался при моем отце, на которого свалилось сразу столько огорчений. Они стали жить дальше в своем убежище». Тем временем Цедыкия, из-за смерти Ирода, лишившись покровителя, тревожно о нас расспрашивал. Его все время мучил страх, что мы появимся в Иерусалиме. Он решил принести нас в жертву своему собственному спокойствию, и все, казалось, благоприятствовало его намерением. Делий ослеп, а отец мой, глубоко к нему привязанный, стал жить еще более уединенно. Так прошло шесть лет. Однажды нам сообщили, что какие-то евреи из-за Иерусалима купили соседний дом, и там поселились люди, у которых на лице написано злодейство. Мой отец, от природы любивший одиночество, воспользовался этим обстоятельством и совсем перестал выходить из дома. Тут повествование вечного жида было прервано какой-то внезапной суматохой, и он, пользуясь этим, исчез. Вскоре мы прибыли на место ночлега, где нас ждал уже приготовленный ужин. Мы воздали ему должное, как полагается путешественникам, и когда скатерть была убрана, Ревекка обратилась к цыгану с такими словами. Если не ошибаюсь, тебя прервали в том месте, когда ты говорил про двух женщин, которые, убедившись, что за ними никто не следит, быстро перебежали улицу и вошли в дом кавалера Толедо. Цыганский вожак, видя, что мы жаждем услышать продолжение рассказа о его приключениях, начал так. Продолжение истории вожака цыган. Я догнал обеих женщин, как раз когда они стали подниматься на лестницу и, показав им образчики и, сообщив о поручении ревнивца, прибавил, а сейчас, сеньоры, войдите на самом деле в церковь, а я сбегаю к воображаемому любовнику, который, я полагаю, муж одной из вас. Увидев вас и не желая, конечно, чтобы вы знали, что он за вами следит, он уйдет, и тогда вы сможете пойти куда вам угодно. Незнакомки послушались моего совета, а я побежал к виноторговцу и доложил ревнивцу, что обе женщины в церкви. Мы вместе отправились туда, и я указал ему на два бархатных платья, сходных по рисунку с образчиками, которые были у меня в руке. Он как будто еще колебался, но тут одна из женщин обернулась и как бы нечаянно слегка приподняла покрывало. Лицо ревнивца озарилось супружеской радостью. Он смешался с толпой и вышел из церкви. Я выбежал за ним на улицу, он поблагодарил меня и дал мне еще один золотой. Совесть не позволяла мне принять его, но пришлось это сделать, чтобы не выдать себя. Я поглядел ему вслед, потом пошел за женщинами и проводил их до дома кавалера. Более красивая хотела дать мне золотой простей сеньор, сказал я совесть, велела мне обмануть твоего мнимого любовника, когда я понял, что он тебе муж, но нечестно было бы брать плату от обеих сторон. Я вернулся на паперть святого руха и показал две золотые монеты. Товарищи мои вскрикнули от удивления. Им часто давались такие поручения, но никто никогда так щедро их не вознаграждал. Я отнес монеты в общую кассу. Мальчишки пошли со мной, желая усладиться удивлением торговки, которая в самом деле очень удивилась при виде таких денег. Она объявила, что не только даст нам столько каштанов, сколько мы пожелаем, но кроме того запасется маленькими колбасками и всем, что требуется, чтобы их жарить. Надежда на такой пир наполнила нашу ватагу радостью. Только я не разделял ее и решил отыскать себе кухаря получше. А пока мы набили себе карманы каштанами и вернулись на паперти Святого Роха, поев, я завернулся в плащ и заснул. На другой день ко мне подошла одна из вчерашних знакомок и дала письмо с просьбой отнести его кавалеру. Я пошел и отдал письмо к Мердинеру. Вскоре меня привели в комнаты. Наружность кавалера Толедо произвела на меня приятное впечатление. Нетрудно было понять, отчего он пользуется успехом у женщин. Это был обаятельный юноша. Ему незачем было улыбаться. Веселье и без того сквозило в каждой черте его лица. Притом какая-то прелесть была в каждом его движении. Можно было только заподозрить легкость и непостоянство его нрава, что без сомнения вредило бы ему в глазах женщин, если бы каждая не была уверена, что способна привязать к себе самого ветреного мужчину. Друг мой, сказал кавалер, неизвестны твоя расторопность и честность. Хочешь поступить ко мне на службу, это невозможно, возразил я. Я благородного происхождения и не могу быть слугой. А нищим я стал потому, что это ни для кого не зазорно, а отменно сказано, воскликнул кавалер. Ответ достойный истинного костильца. Тогда скажи мне, что я могу для тебя сделать, сеньор кавалер, ответил я. Меня вполне устраивает положение нищего. Оно вполне достойно и дает мне средства к существованию, но признаться, кухня у нас не самая лучшая, если ты, сеньор, позволишь мне есть с твоими людьми. Я почту это за величайшее счастье. С величайшей охотой, сказал кавалер, в те дни, когда я принимаю женщин, я обычно отсылаю слуг. Вот если бы твое благородное происхождение позволило тебе подавать нам тогда на стол, когда ты, сеньор, будешь со своей возлюбленной, ответил я, я с удовольствием готов вам прислуживать, так как, становясь тебе полезным, я облагораживаю таким образом свой поступок. Простившись с кавалером, я отправился на улицу Толедо и стал спрашивать, где дом сеньора Авадоро, но никто не мог мне ответить. Тогда я спросил, где дом Филиппе Дельтинтер Ларго. Мне показали балкон, на котором стоял человек важного вида и курил сигару, и, как мне показалось, пересчитывал черепицы на кровле дворца герцога Альбы. Сердце мое исполнилось родственных чувств, но в то же время мне показалось странным, как эта природа одарила отца таким избытком величия, уделив его так мало сыну. Я подумал, что лучше было бы разделить его поровну между обоями, но решив, что надо быть благодарным Богу за все, и удовлетворившись этим соображением, я вернулся к товарищам. Мы пошли к торговке пробовать колбаски, которые так мне понравились, что я совсем забыл про обеду кавалера. Под вечер я увидел, что женщины пошли к нему в дом. Видя, что они там уже довольно долго, я пошел спросить, не нужны ли мои услуги, но они как раз в эту минуту выходили. Я сказал несколько двусмысленностей, более красивой, а она в ответ легко ударила меня веером по щеке. Через минуту ко мне подошел молодой человек гордого вида с вышитым мальтийским крестом на плаще. В остальном он был одет по-дорожному. Он спросил меня, где живет кавалер Толедо. Я ответил, что могу проводить его. В передней никого не было. Я открыл дверь и ушел внутрь вместе с незнакомцем. Кавалер Толедо немало удивился. Кого я вижу, воскликнул он, мой милый Агилар, ты в Мадриде, как я счастлив. Но что там у вас на мальте? Что поделывает великий магистр, а великий контур, априор ожидающих посвящения? Милый друг, дай тебя обнять. Кавалер Агилар отвечал на эти дружеские проявления столь же ласково, но гораздо более сдержанно. Я подумал, что два друга захотят вместе ужинать. Нашел в передней посуду и скорее побежал за ужином. Когда стол был накрыт, кавалер Толедо велел мне принести из подвала две бутылки французского пенистого. Я принес и откупорил. Между тем друзья предавали с воспоминанием. Потом Толедо сказал, не понимаю, каким образом, обладая совершенно противоположными характерами, мы можем с тобой жить в такой тесной дружбе. Ты наделен всеми добродетелями, а я, несмотря на это, люблю тебя, как будто ты самый большой развратник. Право эти слова я доказываю делом, так как до сих пор ни с кем в Мадриде подружился, и ты по-прежнему единственный друг мой. Но, говоря откровенно, я не столь постоянен в любви. «А ты держишься все тех же взглядов на женщин?» спросил Агилар. «Не вполне», ответил Толедо. «Когда-то я спешил бросить одну любовницу ради другой, но теперь убедился, что таким путем теряю слишком много времени, и поэтому обычно вступаю в новую связь, прежде чем порву прежнюю, а вдали уже высматриваю третью». «Ты все еще не оставил этого легкомысля?» спросил Агилар. «Я нет», ответил Толедо. «Но боюсь, как бы оно меня не оставило. У мадридских женщин в характере есть что-то такое прилипчивое, такое неотвязное, что часто поневоле становишься более нравственным, чем хотел бы». «Не вполне понимаю, что ты хочешь сказать», возразил Агилар. «Впрочем, тут нет ничего удивительного. Наш орден военный, и в то же время духовный. Мы даем обед, как монахи и священники, конечно», прибавил Толедо, «или как женщины, которые клянутся в верности мужьям». «И кто знает», сказал Агилар, «какая страшная кара за измену ждет их на том свете». «Друг мой», возразил Толедо, «я верю во все, во что должно верить христианину, но мне кажется, тут какое-то недоразумение». «Как же так, черт возьми?» «Ты хочешь, чтобы жена Айдора Ускариса жарила целую вечность на огне за то, что провела сегодня со мной часок?» «Вера учит нас», возразил Агилар, «что есть еще другие места покаяния, ты имеешь в виду чистилище», ответил Толедо. «Я прошел сквозь него, когда был влюблен в эту чертовку Инессу из Наварры, самое необычайное, самое требовательное, самое ревнивое создание, какое я только встречал в своей жизни. Но с тех пор я зарекся иметь дело с театральными дивами. Однако я разглагольствую, а ты не ешь и не пьешь. Я порожнил целую бутылку, а твой бокал все полон. О чем ты мыслишь? О чем думаешь? «Я думаю», сказал Агилар, «о солнце, которое видел сегодня». «Не могу против этого ничего возразить», перебил Толедо, так как тоже его видел. «Думал и о том», продолжал Агилар, «увижу ли я его завтра?» «Не сомневаюсь, если только не будет тумана, не ручайся. Может быть, я не доживу до завтрашнего дня». «Признаться», сказал Толедо, «ты привез из Мальты не слишком веселые мысли. Человек всегда ждет смерти, но он не знает, когда придет его последний час. Послушай», сказал Толедо, «Расскажи, от кого ты набрался таких приятных новостей?» «Это, наверное, какой-нибудь весельчак. Ты часто зовешь его ужинать?» «Ошибаешься», возразил Агилар. «Нынче утром мне говорил об этом мой духовник». «Как?» воскликнул Толедо. «Ты приезжаешь в Мадрид и в тот же день идешь исповедоваться?» «Разве ты приехал сюда драться на поединке?» «Именно поэтому я и был у исповеди». «Прекрасно», сказал Толедо. «Я давно не держал шпагу в руке, так что, если хочешь, могу быть твоим секундантом». «Очень жаль», возразил Агилар, «но как раз тебя-то я не могу просить об этой услуги». «О, небо!» воскликнул Толедо. «Ты опять затеял этот несчастный спор с моим братом?» «Вот именно, друг мой», сказал Агилар. «Герцог Лермонт не согласился дать мне удовлетворение, которое я от него требовал, и нынче ночью мы должны встретиться при факелах на берегу Монсонареса у Большого моста. «Великий Боже!» с горечью воскликнул Толедо. «Значит, нынче вечером я должен лишиться брата или друга?» «Быть может, обоих», возразил Агилар. «Мы бьемся не на жизнь, а на смерть». «Вместо шпаги мы согласились на длинный стилет в правой и кинжал в левой руке. Ты знаешь, какое это страшное оружие». Толедо, чувствительная душа которого легко переходила из одного состояния в другое, сразу после самого шумного веселья впал в самое мрачное отчаяние. «Я предвидел, что ты будешь огорчен», сказал Агилар, и не хотел встречаться с тобой, но мне был голос с неба, повелевавший остеречь тебя от кар, ожидающих нас в будущей жизни. «Ах», воскликнул Толедо, «пожалуйста, перестань думать о моем спасении, я только солдат», сказал Агилар, «и не умею говорить проповедей, но должен слушать голос Божий». Тут часы пробили одиннадцать, Агилар обнял друга и сказал, послушай Толедо, «Тайное предчувствие говорит мне, что я погибну, но хочу, чтобы смерть моя содействовала твоему спасению». Я отложу поединок до полуночи. В это время следи внимательно. Если мертвые могут давать знать о себе живым при помощи каких-нибудь знаков, то будь уверен, что друг твой не замедлит подтвердить тебе существование того света. Только предупреждаю, будь внимательным в полночь. С этими словами Агилар еще раз обнял друга и ушел. Толедо бросился на кровать и залился слезами, а я вышел в переднюю, не закрывая за собой двери. Мне очень хотелось знать, чем все это кончится. Толедо вставал, глядел на часы, потом снова падал на кровати и плакал. Ночь была темная, только вспышки далеких молний прорывались порой сквозь щели ставин. Гроза надвигалась все ближе и страх перед ней еще усиливала мрачность нашего положения. Пробило полночь и вместе с последним ударом мы услышали троекратный стук к ставню. Толедо открыл ставню со словами «Ты погиб?» «Погиб», ответил могильный голос. «Есть на том свете чистилище?» спросил Толедо. «Есть и я нахожусь в нем», ответил тот же голос. «После чего мы услышали протяжный болезненный стон. Толедо упал ничком на землю, потом вскочил, взял плащ и вышел. Я последовал за ним. Мы пошли по дороге к Монсенаресу, но еще не доходя большого моста увидели длинную вереницу людей, из которых некоторые несли факелы». Толедо узнал своего брата. «Не ходи дальше», сказал ему герцог Лермо, чтобы не споткнуться от труп своего друга. Толедо упал без чувств. Видя, что он среди своих людей, я вернулся к себе на паперть и принялся размышлять обо всем, чему был свидетелем. Отец Сануду не раз говорил нам о чистилище, и это новое свидетельство не произвело на меня особого впечатления. Я заснул, как обычно, крепким сном. утром следующего дня первым человеком, переступившим порог церкви Святого Руха, был Толедо. Но он был так бледен и измучен, что я едва смог его узнать. Он долго молился и, наконец, потребовал исповедника. В этом месте цыгана прервали, ему пришлось уйти, и мы разошли с каждой в свою сторону. День тридцать второй. Едва взошло солнце, мы пустились в дальнейший путь и углубились в недоступные долины. После часа такой дороги мы увидели Агасфера, который приблизился к нам и, следуя между мной и Веласкисом, продолжал рассказ о своих приключениях. Продолжение истории вечного жида. Однажды нам объявили о приезде римского судейского чиновника. Его ввели и мы узнали, что моего отца обвиняют в государственном преступлении. Будто бы он хотел предать Египет в руки арабов. После того, как римлянин уехал, Делий сказал «Милый Мордафель, тебе нет надобности оправдываться, так как все уверены в твоей невиновности. У тебя просто хотят отнять половину твоего богатства, и ты лучше отдай ее добровольно». Делий был прав. Это дело стоило нам половины нашего имущества. На следующий год отец мой, выходя однажды утром из дому, увидел лежащего перед дверью человека, который как будто еще дышал. Он приказал внести его в дом и хотел вернуть к жизни, но в эту минуту увидел нескольких судейских чиновников и восьмерых соседей, подтвердивших под присягой, будто видели, как мой отец этого человека убил. Отец просидел шесть месяцев в тюрьме и вышел, лишившись второй половины имущества, то есть всего, что у нас оставалось. У него был еще дом, но не успел он туда вернуться, как у негодяев соседей вспыхнул пожар. Это было ночью. Соседи ворвались к нам, забрали все, что только могли и подожгли наш дом. Когда взошло солнце, на месте нашего дома возвышалась куча пепла, по которой ползали слепой Делли с моим отцом, державшим меня в объятиях и оплакивавшим свою беду. Когда открылись лавки, отец взял меня за руку и отвел к пекарю, до тех пор доставлявшему нам хлеб. Этот человек, охваченный жалостью, дал нам три булки. Мы вернулись к Делию. Тот сообщил нам, что во время нашего отсутствия какой-то незнакомец, которого он не мог узнать по голосу, сказал ему, «Ах, Дели, виновник ваших несчастья Садыкия, прости тех, кого негодяй сделал орудиями своих злодеяний. Нам заплачено за то, чтобы мы вас убили, но несмотря на это мы оставили вас в живых. Вот возьми, некоторое время вы на это проживете». С этими словами незнакомец вручил ему кошелек с пятью десятью золотыми. Эта неожиданная помощь очень обрадовала моего отца. Он весело разослал на пожарище полуистлевший ковер, разложил на нем три булки и пошел принести воды в черепке разбитой посудины. Мне было тогда семь лет, и я помню, что разделял с отцом эти минуты веселья. Я пошел с ним к холодцу. Ну, и меня за завтраком не забыли. Только что мы сели пировать, как увидели мальчика моего возраста, который со слезами стал просить у нас кусочек хлеба. Я сказал он сын римского легионера и сирийской женщины, которая померла, рожая меня на свет. Жены легионеров из той же когорты и маркетантки по очереди кормили меня грудью. Наверное, они прибавляли и другой какой-нибудь пищи, потому что сами видите, я жив. А в это время отца моего послали в поход против одного дикого племени, и там его убили вместе со всеми товарищами. Вчера я съел последний кусок хлеба, который у меня оставался. Я пошел по городу просить милостыню, но все двери были закрыты, а у вас нет ни дверей, ни дома, вот я и подумал, что вы меня не прогоните. Старый Дэли, никогда не упускавший возможности преподать нравственный урок, сказал, нет на свете такого бедняка, который не мог бы оказать ближнему какую-нибудь услугу, так же, как нет такого могущественного человека, который никогда не нуждался бы в помощи других. Так что садись, дитя мое, и раздели с нами нашу убогую трапезу. Как тебя звать? Германус, ответил мальчик. Дай тебе Бог долгой жизни, сказал Дэли. И в самом деле пожелание это оказалось настоящим пророчеством. Ребенок долго жил и даже до сих пор живет в Венеции, где известен под именем кавалера де Сен-Жермен. Я хорошо его знаю, вставил сады. Он имеет некоторое познание в области каббалистики. После этого вечный жид продолжал. После завтрака Дэли спросил моего отца, не была ли дверь в подвал выломана. Отец ответил, что дверь заперта и что огонь не смог проникнуть сквозь свод над подвалом. Отлично, сказал Дэли. Вынь из кошелька, который мне дали два золотых. На ими работников и построй над этим сводом хижину. Может пригодятся какие-нибудь обломки прежнего нашего дома. Следуя совету Дэли, отыскали несколько бревен и досок оставшихся целыми, сложили их, как сумели, в постройку, щели заткнули пальмовыми ветками, устелили внутри землю циновками и таким образом устроили нам довольно удобный приют. В нашем благодатном климате большего не надо. Под таким чистым небом довольно самой легкой кровли, так же, как самая простая пища, полезнее всего, можно смело утверждать, что мы у себя не боимся такой нужды, как вы в своих странах, климат которых вы называете однако умеренным. Пока мы занимались внутренним устройством нового жилья, Дэли велел вынести свою ценовку на улицу, сел на нее и стал играть на фенитийской цитре. Потом запел песню, которую когда-то сложил для Тлеопатры. Хотя ему было 70 лет, голос его привлек множество слушателей, которым доставляло удовольствие его слушать. Окончив пение, Дэли обратился к окружающим со словами жителей Александрии, «Подайте бедному Дэлию, которого отцы ваши знали как первого музыканта Тлеопатры и любимца Антония». Затем маленький Германус обошел всех с глиняной мисочкой, куда каждый положил свою лепту. Дэлий решил петь и просить милостыню только раз в неделю. В эти дни вокруг него обычно собиралась толпа, и подаяния были обильны. Этой поддержкой мы были обязаны не только пению Дэлия, но и его беседе со слушателями, веселой, поучительной и переплетенной рассказами о разных любопытных происшествиях. Таким способом мы вели сносное существование, но отец мой, удрученный с толькими несчастьями, стал жертвой продолжительной болезни, которая в течение года унесла его в могилу. С тех пор мы остались на попечении Дэлия и вынуждены были жить на выручку от его голоса и без того уже дряхлого и слабого. На следующую зиму мучительный кашель и хрипота лишили нас и этого средства к существованию. Счастью, я получил маленькое наследство от дальнего родственника умершего в Пелузии. Оно состояло из пятисот золотых. Хотя сумма эта не достигала даже треть исследуемого мне наследства, Дэлий уверил меня, что бедняк не должен ни на что рассчитывать от правосудия и лучше ему довольствоваться тем, что оно соблаговолило ему уделить. Он расписался от моего имени и сумел так хорошо распорядиться деньгами, что нам хватило их на все время моего детства. Дэлий не пренебрегал моим воспитанием, не забывал он и маленького Германуса. Мы находились при нем по очереди, и когда обязанности переходили к моему товарищу, я посещал маленькую еврейскую школу по соседству, а в те дни, когда я был при Дэлии, Германус ходил учиться к одному жрецу Изиды по имени Хиремон. Потом ему было поручено ношение факела во время мистерии этой богини, и я помню, что часто с интересом слушал его рассказы об этих празднествах. Когда вечный жид дошел до этого места своего повествования, мы прибыли на место ночлега, и странник, пользуясь возможностью, исчез где-то в горах. Перед ужином мы собрались все вместе. Цыган как будто был свободен, и Ревекка снова начала к нему подольщаться, пока он не начал так. Продолжение истории вожака цыган очевидно, на совести у кавалера Толедо было немало грехов, так как исповедь длилась долго. Наконец он встал весь заплаканный и вышел из церкви, являя признаки глубочайшего сокрушения. Проходя по паперти, он увидел меня и кивнул, чтобы я шел за ним. Чуть брежело, и на улицах не было ни души. Кавалер нанял первых попавшихся навстречу мулов, и мы поехали за город. Я обратил внимание кавалера, что слуги будут беспокоиться, не видя его так долго. Нет, 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 ответил он. Я их предупредил, никто из них меня не ждет. Сеньор кавалер, продолжал я, позволь мне заметить еще вот что. Голос, который ты слышал вчера, сказал тебе то, что ты можешь легко найти в любом катехизисе. Ты исповедовался и тебе, конечно, не отказали в отпущении грехов. Теперь ты можешь кое в чем изменить свое поведение, но, по-моему, нет никакой надобности мучиться угрызениями совести. Ах, друг мой, ответил кавалер, кто хоть раз слышал голос с мертвых, тому, наверное, недолго жить на свете. Я сразу понял, что мой покровитель думает о скорой смерти, что он вбил себя это в голову, поэтому я решил ни на минуту не оставлять его одного. Мы выехали на малоезженную дорогу, бегущую среди дикой местности, и она привела нас к воротам монастыря комедулов. Кавалер заплатил погонщикам и позвонил. Калитку открыл монах. Кавалер назвался и попросил позволения провести несколько недель в этом убежище. Нас проводили в келью, находившуюся в конце сада, и объяснили знаками, что колокол предупредит нас, когда пора будет идти в трапезную вкушать пищу. В келье мы нашли душеспасительные книги, которым с этой минуты кавалер посвятил все свое внимание. Что же касается меня, то я познакомился с одним монахом, удившим рыбу, присоединился к нему, и занятие это стало единственным моим развлечением. Первый день я не роптал против молчания, являющегося одним из главных обетов комедулов, но на третий уже не мог выдержить. А кавалер между тем становился все мрачнее и молчаливее. В конце концов, он совсем перестал разговаривать. Прошла неделя нашего пребывания в монастыре, когда явился один из моих товарищей с паперти святого руха. Он сказал мне, что видел, как мы садились на мулов, и что встретив потом погонщика, узнал от него о месте нашего пребывания. К этому он прибавил, что после моего исчезновения часть нашей ваташки разбрелась. Сам он поступил на службу к одному купцу из Кадиса, который вследствие несчастного случая поломал себе руки и ноги и теперь лежит больной в Мадриде и не может обойтись без мальчика для услуг. Я ему ответил, что не могу больше выдержать жизни у комедулов и попросил его хоть на несколько дней заменить меня при кавалере. Охотно это сделал бы, сказал он, но боюсь бросить купца. Кроме того, меня наняли на паперти святого руха, и если я нарушу слово, это может повредить всей компании, тогда я заменю тебя у купца, возразил я. В общем, этим влиянием среди своих товарищей, что малый больше не посмел отказываться. Я провел его к кавалеру, которому сказал, что уйду на несколько дней в Мадрид и оставляю на это время своего товарища, за которого вручаюсь, как за самого себя. Кавалер не ответил ни слова, но знаками дал мне понять, что согласен на эту замену. Я побежал в Мадрид и сейчас же отправился в таверну, которую указал мне товарищ. Но там мне сказали, что куперц велел перевести его к одному знаменитому лекарю, который живет на улице Святого Руха. Я без труда нашел его, объяснил ему, что пришел вместо своего товарища Чикито, что зовут меня Аварито, и что я буду также внимательно исполнять те же обязанности. Я получил благоприятный ответ, и меня сейчас же отправили спать, сказав, что мне придется несколько ночей подряд дежурить у постели больного. Я лег спать, а вечером явился на службу. Меня провели к больному, который был распростер на постели в очень жалком положении. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Это был молодой человек, очень приятный наружности, и собственно никакой болезни у него не было. Только сломанные кости причиняли ему нестерпимую боль. Я старался отвлечь его от его страданий, развлекая и веселя всеми способами. Такое обхождение до того пришлось ему по вкусу, что однажды он решил поведать мне свои приключения. И начал так. История Лопеса Суареса. Я единственный сын Гаспар Суареса, самого богатого купца в Кадисе. Отец мой человек суровый и непреклонный, хотел, чтобы я занялся исключительно торговлей и даже не помышлял о развлечениях, какие обычно позволяют себе сыновья богатых купцов. Стараясь не прикословить отцу, я редко ходил в театр, а по воскресеньям не участвовал в тех развлечениях, каким придается общество в больших торговых городах. Но так как умственный отдых все же нужен, я находил его в чтении увлекательных, но опасных книг, которые называются романами. Я пристрастился к этому чтению и мало-помалу чувствительность овладела моей душой. Но редко бывая в городе и вовсе не встречая женщин у нас в доме, я был лишен какой-либо возможности распорядиться своим сердцем. Между тем отцу надо было устроить кое-какие дела при дворе, и он решил послать меня в Мадрид, о чем и сообщил мне. Эта новость обрадовала меня, я был счастлив, что можно будет свободно вздохнуть и хоть на время забыть о решетках нашей конторы и пыли наших складов. Когда все дорожные приготовления были окончены, отец позвал меня к себе в кабинет и сказал, сын мой, ты едешь в город, где купцы не имеют такого значения, как в Кадисе, и поэтому должен вести себя там благопристойно и с достоинством, чтобы не унизить сословие, принадлежностью к которому мы вправе гордиться, тем более, что это сословие так успешно содействует благополучию нашей Родины и подлинной мощи монарха. Вот три правила, которыми ты должен руководствоваться под страхом навлечь на себя мой гнев. Прежде всего, запрещаю тебе вступать в разговоры с дворянами. они воображают, будто делают нам честь, удостаивая кинуть нам несколько слов. заблуждение, в котором мы не должны их оставлять, так как наше доброе имя зависит не от этого. Во-вторых, ты должен называть себя Суарес, а не Дон Лопес Суарес. Титулы ни одному купцу не придают блеска. Его доброе имя должно покоиться на обширности связей и предусмотрительности в делах. В-третьих, я запрещаю тебе раз и навсегда обнажать шпагу. Обычай дал ей повсеместное распространение, поэтому я не запрещаю тебе носить это оружие, но ты должен помнить, что честь купца заключается в добросовестном исполнении взятых на себя обязательств, поэтому я не хотел, чтобы ты брал уроки опасного искусства фехтования. Если ты нарушишь любое из этих трех правил, ты навлечешь на себя мой гнев, но несоблюдением четвертого ты вызовешь не только гнев мой, но и проклятие моего, отца моего и деда, то есть твоего прадеда и в то же время первосоздателя нашего богатства. Речь идет о том, чтобы никогда не вступать ни в какие отношения с домом королевских банкиров братьев Морро. Братья Морро заслуженно пользуются всеобщим уважением, и тебя, наверное, удивили мои последние слова, но ты перестанешь удивляться, узнав, в чем наш дом обвиняет их. поэтому я вынужден в двух словах поведать тебе эту историю. История семьи Суарес Первый, кто в нашей семье добился достатка, был Иньиго Суарес. Проведя молодость в странствованиях по разным заморским странам, он вступил в компанию по разработке арендных копий в Потосси, а потом основал торговый дом в Кадиссе. Когда цыган дошел до этого места, Веласкес вынул таблички и стал что-то записывать. Увидев этот цыганский вожак, обратился к нему с такими словами, герцог, видимо, собирается начать какие-то интересные вычисления, но боюсь, что дальнейшее мое повествование тебе помешает. Нет, нет, возразил Веласкес, я тебя внимательно слушаю. Может быть, этот Иньиго Суарес встретил в Америке человека, кто рассказывает ему историю кого-то другого, у которого тоже есть что рассказать. Для того, чтобы не запутаться, я выдумал рубрики подобной схеме, служащей нам при определенного рода алгоритмах, которые позволяют вернуться к исходному положению. Будь добр, не обращай на меня внимания и продолжай свой рассказ. Цыган продолжал. Желая основать торговый дом, Иньиго Суарес искал дружбы известных испанских купцов. Большим весом пользовалось тогда семейство Моро, и он уведомил их о своем желании вступить с ними в прочные деловые отношения. Получив от них согласие, он для начала заключил несколько сделок в Антверпене и выдал под них Вексель на Мадрид. Но каково же было его возмущение, когда Вексель вернулся к нему опротестованный, правда, со следующей почтой он получил письмо полное извинений. Родриго Моро писал ему, что Авизо пришло с опозданием, что сам он был тогда в Сан-Иль-де-Фонсо у министра и главный казначей поступил согласно обязательному в таких случаях правилу, но что он с величайшей охотой даст любое удовлетворение. Однако оскорбление уже было нанесено, и Ниго Суарес порвал все отношения с семейством Моро и, умирая, завещал сыну никогда не иметь с ними никаких дел. Отец мой Руис Суарес долго был послушен родительскому приказанию, но многочисленное банкротство, неожиданно сократившее количество торговых домов, принудили его завязать отношения с семейством Моро. Вскоре он горько пожалел об этом. Я говорил тебе, что у нас была доля в арендных копиях в Патосе, и располагая благодаря этому определенным количеством слитков серебра, мы обычно оплачивали наши счета ими. Для этого у нас были ларцы, каждый на сто фунтов серебра стоимостью 2750 пиастов, ларцы эти, ты мог их еще видеть, были окованы железом и снабжены свинцовыми пломбами с шифром нашего дома. У каждого ларца был свой номер. Они отправлялись в Индию, возвращались в Европу, плавали в Америку, и никто их не открывал, и каждый охотно принимал их в оплату, их прекрасно знали в самом Мадриде. Но вот один купец, которому надо было расплатиться с домом Моро, доставил четыре таких ларца первому бухгалтеру, который не только открыл их, но кроме того, велел проверить пробу серебра. Когда весть об этом оскорбительном поступке дошла до Кадиса, отец мой пришел в ярость. Со следующей почтой, правда, он получил письмо полное извинений. Сын Родриго, Антонио Моро, писал ему, что был вызван ко двору в Валье до Лид, и что только после своего возвращения узнал о неблагоразумном поступке своего бухгалтера, который, будучи иностранцем, недавно прибывшим в нашу страну, не успел еще познакомиться как следует с испанскими обычаями. Но отец этими объяснениями не удовлетворился. Он разорвал всякие отношения с домом Моро и, умирая, запретил мне вести с ним какие бы то ни было дела. Я долго свято соблюдал его запрет, и все шло хорошо, но, в конце концов, непредвиденные обстоятельства опять свели меня с домом Моро. Я забыл, или, вернее, пренебрег советом отца, и посмотрев, что из этого вышло. Дела, которые я имел с двором, потребовали моего присутствия в Мадриде, и я познакомился там с неким ливардессом, который имел прежде торговый дом, а теперь жил на процент из крупных сумм, вложенных в разные предприятия. В характере этого человека было что-то для меня притягательное. Мы с ним уже крепко подружились, когда я узнал, что ливардесс дядя Санчо Моро по матери, в то время главы семьи. Я должен был бы сейчас же порвать с ним всякие отношения, но наоборот наша дружба стала еще тесней. Однажды ливардесс сказал мне, что зная какую успешную я веду торговлю с Филиппинскими островами, он решил вложить в нее миллион на правах члена товарищества. Я напомнил ему, что будучи дядей Санчо, он должен вверять свои капиталы скорее ему, но он не возразил, что не любит вести денежные дела с родными. В конце концов, это было ему не очень трудно сделать, он уговорил меня, потому что по существу я не завязывал никаких отношений с домом Моро. Вернувшись в Кадис, я присоединил еще один корабль к моим двум, который посылал каждый год на острова и перестал о них думать. На следующий год бедный ливардесс умер. Санчо Моро написал мне, что нашел в бумагах покойного упоминания о том, что он поместил миллион в мое предприятие и теперь просит меня вернуть этот капитал. Может быть, мне следовало уведомить его о нашем уговоре и о доле покойного в предприятии, но, не желая иметь никаких сношений с этим проклятым домом, я без всяких объяснений отослал миллион. Через два года корабли мои вернулись, утроив вложенный в их груз капитал. Таким образом, я должен был бы выплатить покойному ливардессу два миллиона и, помимо своего желания, вынужден был написать братьям Моро о наличии у меня двух миллионов, которые в их распоряжении. Они мне ответили, что вот уже два года капитал внесен в книги, и они слышать не хотят об этих деньгах. Ты понимаешь, мой сын, как воспринял я это жестокое унижение. Они явно хотели подарить мне два миллиона. Я посоветовался с несколькими кадистскими негациантами, которые как назло признали, что мои противники правы, так как вынув за два года перед тем из моего дела миллион, дом Моро не имеет ни малейшего права на то, чтобы теперь получать проценты. Я готов был с документами в руках доказать, что капитал ливардеса действительно был вложен в товары, находящиеся на кораблях, и что если бы последние затонули, я имел бы право требовать у Моро возврата переданного им миллиона. Но я видел, что само имя Моро действует против меня, и что если бы я передал дело на рассмотрение третейского суда негациантов, их решение было бы не в мою пользу. Я обратился к адвокату, который сказал мне, что так как братья Моро потребовали возвращения миллиона, не имея на то разрешения умершего дяди, я же употребил этот миллион согласно желанию этого дяди, а значенный капитал по существу находится у меня. Миллион же, два года тому назад внесенный в книги дома Моро, это другой миллион, не имеющий никакого отношения к первому. Адвокат посоветовал мне призвать братьев Моро в Севильский трибунал. Я последовал его совету и повел против них процесс, тянувшийся шесть лет и стоивший мне сто тысяч пиастров. Несмотря на это, я проиграл во всех инстанциях и два миллиона остались у меня. Сначала я думал употребить их на какую-нибудь благотворительную цель, да побоялся, как бы заслуга эта не была зачтена в какой-то степени проклятым братьям Моро, до сих пор еще не знаю, что с этими деньгами сделать, но каждый год, подводя баланс, вывожу на стороне кредита на два миллиона меньше. Так что ты видишь, мой сын, у меня достаточно оснований запрещать тебе всякое общение с домом братьев Моро. Тут за цыганом прислали и все мы разошлись в разные стороны. Моро. Продолжение следует... Продолжение следует...